Поскольку у группы всегда был очень сложный саунд, очень сложный саунд, то как бы мы всегда боялись сесть в студию и заковыряться. Заковыряться, так сказать, непонятно как писать это, как писать это, опыта не было, ничего не было, инструменты были плохие и мы всегда очень боялись прийти в студию и оставить там просто в голках сокол оттуда уйти. Очень хотелось всегда, чтобы было свое помещение, чтобы была своя студия, свой аппарат, свои инструменты, сесть и спокойно со всем разобраться. Столько, сколько нужно, поэкспериментировать, взять это, взять это, один микрофон, другой микрофон, одну гитару, другую гитару. И поискать, поискать в студийных условиях, в качественных, настоящих, серьезных условиях, поискать свой саунд. Собственно, слава богу, мы смогли это реализовать, но получилось так, что мы немножко перестарались, потому что в итоге у нас три студии сейчас. Но когда мы писали первую часть ДТКС, первых снов наших, мы, собственно, подзаняли крепкое количество денег, мы, так получилось, что у нас появилось свое помещение, ну, свое оно, как бы, о, так сказать, образно свое. Ну, по крайней мере, там, кроме нас, практически никого не было. Это был школьный класс, в котором там репетировала еще одна команда, вот, и мы туда, собственно, закупили кучу всякого оборудования, там, купили дорогой компьютер, купили там все. В общем, собрали. Купили микрофон Нойман тогда, собирали там вообще. Вот. И писали, собственно, ДТКС первые сами. Вот. Но, поскольку студия просто так простоевать не может, то мы же не можем каждый день там что-то писать, да? Соответственно, туда, как бы, пошли пилигримы. И начали писать друзей, потом еще чего-то, и, в общем, студия заработала уже как коммерческий проект. Это все было. Это все было на Варшавке, это было, ну, в здании школы, собственно, там, где мы, если видели наш фильм про то, про наши базы, вот, как раз я там рассказывал о том, как мы, значит, с базы на базу перемещались, и, в конце концов, наша традиционная база стала нашей студией, вот, на которой мы не только репетировали, но и писали, соответственно, Пашков Хардинов там записал свой альбом, Настя Паписова первый альбом свой записал, там, вот, на Варшавке, в этом классе. Ну, а там была, так сказать, такая более-менее сделанная акустика, там, там, тон зала от аппаратки отделялся просто поставленными шкафами, вот так. Ну, вот, если залезть в этот, на посмотрите, увидите этот самый фильм, там, вот, все очень подробно рассказано. И, кстати, в клипах наших некоторых это все видно, там, как мы сидим, там, такая крохотная комната. Ну, неважно. Вот, и, когда, собственно, от нас оттуда уже попросили, вот, мы переехали, значит, на правду, переехали на правду, и в этот момент, собственно говоря, я начал потихонечку тоже, как бы, заниматься своим, я, потому что мне всегда хотелось, как бы, немножко обособиться, то, что, ну, поскольку я много времени провожу за компьютером, за инструментами, мне хотелось бы где-то, чтобы я таскать. Я начал собирать свое, просто дома, потому что, ну, музыку пишу, аранжирую, не намотаешься в студию, хочется дома. Ну, и, по-то концов, это все разрослось вот в то, что вы видите. Вот, а тут получилось так, что, как бы, мы поняли, что нам тесно, там, на этой, на этой правде, на улице Правды, здесь недалеко, кстати, на Белорусской, вот, небольшое помещение, тоже мы делили там его с еще одной командой, с Гевелом, собственно, и делим его до сих пор сейчас, вот, думали, надо расширяться, вот, и нашли объявление в интернете, типа, делю студию, как бы, с кем-нибудь поделюсь аренду, и переехали, собственно, весь аппарат перевезли туда. То есть, и там мы делим, и там мы делим, но, как бы, и там, и там получается, как бы, много времени получается в итоге. И сейчас у нас, собственно, три площадки, весь жир, весь аппарат со всеми, там, квестами, со всеми, там, значит, девятью гитарными головами, там, двумя басовыми и так далее, там, с парком, микрофоном, 50 штук разных, там, рариков, перевезли, соответственно, на электрозавод, и сейчас у нас там красота, там огромное помещение, там 82 метра тонн зал, 82 метра тонн зал, там, 4 аппаратки, в общем, там все круто. Можно оркестр поставить. Ну, малый симфонический, так это, аккуратненько распихать по углам можно. То есть, ну, серьезная студия, вот, ее строил, видите, фарафонт, студия, как бы, его студия называется Блюз Минус, вот. Но в итоге Jazz Studio разрослось, видите, как вот широко, потому что, ну, здесь у меня, как бы, не только студия, она, как бы, аранжировочная. То есть, здесь жилой дом, надо мной сидят вот замечательные совершенно ребята, они, правда, тут редко бывают, но живут. Вот, поэтому я здесь, собственно, занимаюсь учениками, занимаюсь аранжировками. Здесь мы пишем, собственно, весь воргерский материал, мы его здесь пишем, вот, занимаемся творчеством, вот. А когда нам нужно, собственно, уже с барабанщиком, с басистом все громко, мы едем уже туда и работаем. Поэтому, собственно говоря, вот Jazz Studio, это сейчас вот такой вот, как бы, я не знаю, как это сказать. Сеть. Ну, нет, не сеть, это, как бы, это одно мероприятие, уж люди-то одни. Сеть, это когда разные люди, а мы, люди-то одни. Вот, и мы, вот, так вот, блуждаем по трем местам, но там есть, как бы, ответственный, там, у нас на правде, на, вот здесь, на белорусской, это у нас, там, басист, Тёма, он там главный. По студии, значит, на электрозаводе у нас, собственно говоря, Ванечка Лубяной, который наш звукорежиссер главный, который нас пишет. Вот, а здесь, собственно, поскольку мое место, мое, как бы, помещение, я здесь главный. Вот, но в любом случае, мы, как бы, выбираем место, где нам работать, и можем там, 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 то, что в всех трех местах стоит полный аппарат студийный, вот, направить сейчас там не очень, потому что мы там большую часть электрозавода перевезли, туда еще не докупили достаточное количество, вот, но все равно, так сказать, работа студийная идет и там, и там, и там, вот, и, ну, она, как бы, специализирована, потому что здесь, говорю, здесь громко, там, барабан писать нельзя, жилой дом, вот, поэтому мы здесь пишем вокалы, мы здесь пишем, там, всякие скоражировки, я вот, все кнопки здесь пишу, соответственно, вот, там, флейты, флейты, всякие, ну, все, что, так сказать, все, что можно, то есть, более-менее, в домашних условиях делать, да, вот, а на всех остальных студиях, там, поскольку это все, это не жилые помещения, это заводы, там спокойно можно грохотать, соответственно, там пишется все громко и все на свете, ну, полноценная студия, там, заглушенная, так сказать, с акустикой, со всеми пирогами, вот, поэтому это такое, сейчас это и джаз-студио, это, говорю, я сейчас, как-то корпорация такая, да, да, то есть, у нас, вот, при том, что три студии и еще, соответственно, с нами работает несколько звукорежиссеров, вот, сейчас еще разговариваем с парой аранжировщиков, то есть, мы, как бы, такое уже, такой большой-большой продюсерский центр такой получает, да, мы развиваемся, мы развиваемся, вот, там у нас в планах еще постройка собственной студии за городом, то есть, у нас все совсем свое, совсем все свое, то есть, там уже сделать уже, так сказать, саунд-дизайн настоящий, то есть, построить стены там непараллельные, там, но все как, все как по-большому, по-взрослому, ну, если делать непараллельные стены, панели не нужны, то есть, вот, как бы, панели нужны, когда нужно что-то глушить, а если изначально строишь правильные стены, которые правильно звучат, ничего глушить не надо, она сама звучит в помещении. Вот, поэтому там все как бы все сделал по-настоящему, с проектом, со всеми пирогами. Ну, это все как бы планы, 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 Гармадьё. А пока работаем вот так вот, так что вот как-то примерно так-то все происходит. А развелось все-таки долго очень, потому что студийная, вообще, как бы, ну, вся студийная, весь студийный джир, как говорят, джир студийный, да, то есть оборудование, да, все очень дорого, конечно, все это, там, из зарплат, там, как-то немножко там, получил какой-то транш там очередной, там, купил там какие-то клавишки, там, микрофончик пошел, купил, или там, по случаю, кто-нибудь там выкинул, там, что-нибудь за три копейки, а-а-а, хватает. Ну, вот если вернуться, скажем так, к самому началу, когда, например, была, скажем так, достаточно пустая голова в плане этого жира, то есть, что же лучше всего покупать, какой же набор поставить? Ну, зависит от задачи. Как все происходило? Зависит от задачи. Зависит от задачи, потому что важно понимать, что ты собираешься делать. Если ты собираешься конкретно писать музыку, то, конечно, надо заниматься тем, что ты садишься и изучаешь, как бы, ту программу, которая тебе удобнее всего. То есть, естественно, компьютер обязательно, без него никак. Так было у тебя? Да, у меня так и было, да. Компьютер, собственно, на компьютер ставится какая-то программа, то есть, ну, их миллион, вот. И чем, соответственно, ты большими средствами обладаешь, соответственно, тем более серьезный компьютер ты покупаешь. Соответственно, ну, ты можешь там, ноутбуки там что-то делать, да, можешь купить сразу там серьезный компьютер с там большими мониторами. Когда это было и какая это была программа? Вот. Ну, если конкретно про меня рассказывать... Самое первое, вообще. Если про меня рассказывать, значит, у меня был набор такой. У меня был, значит, Macbook беленький такой с 13-дюймовым монитором. Вот. 2.13, 2.duo, даже не коры, даже не это самое, даже... Ну, простенький такой компьютерик маленький. Он с тех пор используется. Да, ну, у меня проблема в том, что они морально умерли, их не поддерживают больше. Нет поддержки, поэтому он у меня лежит мертвым грузом. Потом я себе Mac еще купил, тоже лежит без дела абсолютно. Ну, он маленький беленький, что еще было? Вот. Значит, к нему была четырехканальная карточка Lexicon. Купленный год? Это был 2000... сейчас я тебе скажу, наверное, 9-й где-то. 9-й год, 2000, да, где-то так. То есть, не так давно вообще? Нет, нет, не так давно. Нет, не так давно. Да, наверное, где-то седьмой, наверное. У меня со временем плохо. Я не... Ну, примерно 10 лет назад, да. Вот. То есть, у меня был этот MacBook, у меня была, значит, карта Lexicon, специально для этого купленная, да. Если MacBook у меня просто был, то я, значит, купил эту карточку Lexicon, в которой, значит, там все на борту, что называется, да. То есть, и 48 было, и там можно было и наушники включить, послушать, и микс даже сделать там с двух. Вот. И компьютерные колонки. Ну, такие как бы, advanced. Такие. То есть, не чебураторы вот такие вот, да, а вот что-то там, даже сабвуферик такой маленький был. Вот. Вот на этом, собственно говоря, я писал, тогда писал музыку, и, скажем, там, если брать там шит-рок, например, было написано, вот, собственно, музыка шит-рок была написана, там, вот, на этом комплекте. Вот. И, соответственно, GarageBand, который в стандартной установке тогда стоял на, соответственно, Макоси. Вот. Кстати, сразу по поводу Макоси-не Макоси. Долгое время достаточно, вот, собственно, все вот эти вот практически десять лет, Маки были лучше. Проводили мы эксперименты. Это проводили не мы, это проводила студия Юрия Богданова, Юрия Ивановича Богданова. Они проводили эксперименты, ну, там, собственно, его ребята проводили. Десять раз записанная одна и та же фонограмма, один и та же трек, записанный на писюке, и десять раз записанный на Маке. Вот. Из десяти записанных на Винде только два раза повторился одинаковый среди них. На Макбуке восемь раз повторился трек, то есть по звуку. То есть, повторяемость была в пользу Мака, поэтому, как бы, Мак используется всерьез. Вот. Сейчас это уже как-то нивелировалось, поскольку, так сказать, Джобса уже нету, и, соответственно, Маки тоже немножко скурливаются. Вот. Маки выровнялись с писюками, поэтому, как бы, хикентош тоже рулит вполне себе работой. Ну, вот, собственно говоря, нет, Маки, которые еще не на одиннадцатой оси, вот они еще рабочие. Вот у меня, по-моему, какого? У меня, я не помню. Ну, да, у меня что-то десять-десять-десять какое-то. У меня Маверик стоит. Маверик, да. Это, на мой взгляд, последняя самая устойчивая система. Мы как-то застряли, мы как-то вообще все наши три студии, мы как-то решили между собой. Ну, поскольку проект постоянно ездит по трем студиям, вот так вот, то мы решили, что мы, как бы, унифицируем вообще всю техническую базу, просто для того, чтобы, так сказать, не... Ну, чтобы форматных проблем не было, чтобы, так сказать... Для удобства. Просто для удобства технического. И мы, в итоге, остановились на девятом лоджике. У нас у всех стоит девятый лоджик. Вот. Ну, у кого-то, так сказать, опциональный десяток стоит там, и вот на электрозаводе вообще там Pro Tools HD. Вот. Но, в любом случае, туда приезжают лоджики, потом перекидывает в Pro Tools, и, соответственно, Ванечка работает в Pro Tools. Ну, просто, поскольку там вся студия под Pro Tools заточена, как бы, то... Но, в итоге, у нас... Ванечка еще в кубике любит работать в Cubase. Не помню, каком... Девятом, что ли, что ли? Я в кубах не разбираюсь. Вот. Но, вот, мы работаем в лоджике... Почему, кстати? Дело в том, что, опять-таки, в свое время проводили исследования, и, так сказать, на что садиться, да? Ну, лоджик исторический, мы на него сели, потому что это была первая программа, на которой мы, собственно, в которой мы писали первые сны. То есть, для нас это была такая первая серьезная работа. К тому же, поскольку мы все на маках, и тоже все дружно перелезали с GarageBand, то, понятное дело, что, ну, просто прямое наследование, да? Поскольку, так сказать, GarageBand это укороченный, соответственно, лоджик. Вот. Но потом, когда уже, так сказать, когда уже пошла серьезная, уже досерьезная, так сказать, студийная работа не Оргиевская, а именно Джастудиевская, да? Мы, так сказать, рассуждали, как бы, хорош ли лоджик для этих целей, да? Так вот, как-то наш опыт показал, что хорош, работает. Работает, вот. Но, если говорить о принципиальной разнице между, скажем, тем же, там, Cubase, Logic и Pro Tools, вот, они принципиально разные, каждый по, опять-таки, цели и задачи, которые перед ними ставятся, да? Pro Tools — это программа именно звукорежиссерская. То есть, в ней, да, в ней удобно писать трекинг, в ней удобно делать монтаж, в ней удобно, так сказать, дублировать, в ней удобно сводить, да, то есть, как бы, работа по сессиям в ней очень удобно сделана. Logic — это программа для композиторов. Вот, в ней очень удобно, в ней очень-очень удобно построена система инструментов, миди-инструментов, библиотек, вот, то есть, весь инструмент именно для сочинения музыки, для работы с аранжировками, для работы, так сказать, с... Вот. Кубик, насколько я знаю, это нечто среднее. Вот, ну, в кубике я не разбираюсь, к сожалению. Ванечка его любит. Говорю, что в нем удобно сводить, и, как бы, это... Ну, ближе к протулсу, скажем, чем Logic. Вот. Но, поскольку, говорю, у меня большая работа именно студийная часто, не часто появляется, поэтому я как-то сел на Logic, я на нем сижу. Вот. И, в принципе, и монтирую в нем, и там, и правлю там, и так далее. Все как-то, как-то все так сложилось. Ну, самая главная работа, это именно аранжировочная работа, так сказать, композиторская работа, поэтому, как бы, Logic в этом отношении гораздо удобнее получается. Вот. И мы, как говорю, мы как застряли на девятом. Десятый был момент, когда он был сильно хуже, а сейчас уже как-то, уже и привычек работает. Ну, говорят, надо, конечно, переходить, потому что сейчас опять сделают там какую-нибудь одиннадцатую-двенадцатую оси, и она уже девятый Logic просто не будет поддерживать. Ну, значит, перелезем на десятый. Или там, на одиннадцатый, куда там дальше пойдет. Вот. Ну, у нас просто такая уже база записанной музыки в девятке, что. А потом уже, с какой скоростью, и как вообще ощущалась эта вот, необходимость обрастать? Достаточно быстро. Вот все эти рэки, изначально они были в голове, что вот мне надо вот это, вот это, вот это? Нет. Или, опять же, консультации, поиск в интернете? Обязательно. Обязательно. Но... Весь этот тракт, как бы... Не, ну, тракт был понятен сразу, тракт был, естественно, понятен сразу, что тракт, да? Как выстраиваете тракт? Значит, микрофон обязательно, да? Шнур. Вот, значит, после шнура что идет, соответственно? Предусилитель, обязательно какой-то там... Предусилитель... После предусилителя, соответственно, должен быть какой-то оцифровщик. После оцифровщика, соответственно, Все это обязательно коммутация Очень важный момент коммутации На самом деле Мы даже тогда не подозревали Насколько это важный момент Соответственно все шнурами Социфровщик уже в карту С карты в компьютер И обратная ситуация Тоже немаловажна Компьютер расцифровщик Либо если это качественная карта Сразу в карту И опять такие шнурочки в усилитель Усилитель на колонке Либо контрол рум Которым ты рулишь Почему я так Упираю на эти все моменты Потому что Качество тракта определяется Самым плохим его звеном Если у тебя стоит Манливый ремю за 3000 долларов Если у тебя Нойман А все это соединяется с китайским шнуром То качество тракта определяется с китайским шнуром Соответственно с хрустящими джеками Без верха и без низа С одной серединой Вот То есть я вот Когда я себе купил Где он Вот он Там лежит Шнурочек Это мы посмотрим Да, потом посмотрим Шнурочек Магами Магами Вокал Вот когда я втыкаю этот самый шнурочек Куплен шнурочек Я извиняюсь По-моему что-то долларов за 150 Только шнурочек 7 метров Вот Я втыкаю обычным шнуром Каким-нибудь там не знаю Там канаре или Кардиалом каким-нибудь Вот Ну микрофон как микрофон Ну да там чуть-чуть Немножко там надо Обязательно чуть-чуть Подэквализировать Там чуть-чуть там Да Что-то вверх Это все работает Все хорошо Я втыкаю магами И ничего эквализировать не надо Вокал как есть Вот момент шнура Да Вот шнур То же самое там Оптический шнур Скажем Когда у тебя идет соединение Например Оцифровщика с картой Ставишь обычный шнур Все хорошо Ставишь Ставишь хороший качественный шнур Все лучше в сто раз То есть как бы Ни джитера Ничего не набегает Все чистенько Все хорошо Разница будет ощутима В любых наушниках В любых колонках Опять-таки вопрос Да Опять-таки вопрос Опять-таки вопрос наушников Да То есть Вот в таких наушниках Ты разницу не услышишь Если у тебя наушники Если у тебя наушники получше Разницу услышишь То есть Каждый раз Ну как в любом деле Сначала идет С увеличением цены Сильное повышение качества А потом все меньше 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 Вот И собственно Профессионализм твоих ушей определяется в том, насколько ты видишь разницу вот в этой все меньше-меньше-меньше-меньше-меньше. Вот. И обратная ситуация, да, чем больше ты слышишь вот этих вот нюансов, тем больше, соответственно, ты будешь стремиться к повышению качества своего тракта. Но вообще, как бы, если опять-таки возвращаться к белому макбуку, да, если возвращаться к началу, то все это происходит поступательно. То есть, вот был у меня этот, у меня все устраивало, все было хорошо. То есть, все, я слушаю, я втыкаю просто в макбук, в наушники, все, все зашибись. Ну, когда пришел аппетит? Все, вот, вот. Аппетит приходит, естественно, когда? А когда же еще? Вот. Я начинаю это самое, то есть, что-то, что-то там, допустим, написал какую-то аранжировку, там что-то гитарку наиграл, какой-то там миди-барабаны, там все замечательно. Все это я послушал, мне все нравится. Вот. Я прихожу с этой штукой на репетицию, вот. А у нас там уже иношки стоят. Втыкаю, думаю, боже, какое гэ. А почему? У меня все было в дом хорошо. Прихожу домой, втыкаю, все хорошо. Ведь я же все классно здесь. Да, я все сделал отлично. Я же там у баса там все там низочки поднял, там все хорошо. Приходит, бубнешь, ни с какой середины, вверх какой-то сыпучий. Что за херня? Прихожу домой, втыкаю, все хорошо. Может быть, там аппарат плохой? Вот, да, конечно, вот, да, естественно. Вот, соответственно, возникает вопрос сравнения. А почему? Да, я начинаю разбираться. Так, наушники. Хорошо, наушники я могу отнести на студию. Втыкаю наушники. Боже, какая срань. Да, меняешь наушники. Вот. Меняешь наушники, понимаешь, так. Я начинаю слышать такую же срань, как там. Вот в твоем тракте. Так, что у меня плохо? Так, давай поменяем карту. Покупаешь другую карту. Боже, так сказать, выбираешь, там подороже ставишь. А, карта, карта была важна, да. И так потихонечку, потихонечку каменяешь каждый раз самый плохой элемент. Вот. Я в последнее время вообще выбрал совершенно замечательную политику. Я постоянно гуглю всякие разные форумы, где люди продают профессиональную аппаратуру. Часто это происходит... Ну, вот, я, например, очень люблю группу на Фейсбуке. То самое. Продам, обменяю звуковое оборудование. Там постоянно появляются какие-то эти самые... Появляются какие-то предложения. Ребят, вот валяется, не нужно, заберите. И продают какой-нибудь там предусилитель, который там стоит, не знаю, тысячу долларов. Продают за пятнашку. Так, сюда. Вот. И вот недавно купил себе этот самый. Он сразу стоит там тысяч шесть. Ну, это, это самое. Это патчбэй для этих самых. По-русски. Патчбэй. По-русски. То есть, это распределитель. Это распределитель. Смысл в чем? Смысл в том, что у меня здесь идут выходы и входы, соответственно, с предусилителей и на оцифровщики. То есть, у меня... То есть, я, грубо говоря, втыкаю вот сюда вот. Я втыкаю себе не в заднюю часть, не в предусилитель сзади. Вот. А я втыкаю вот сюда. И у меня сразу, я знаю, что у меня это идет вот на... На питерский вармер. Соответственно, вот этот вот. Вот. И здесь у меня выходы приходят с... Уже приампов на оцифровщики. То есть, я втыкаю в нужный мне оцифровщик. Ну, такой барышни-смольный. По сути своей. Вот. То, что делается в больших студиях просто в консоли, в пульте, да. У меня нет необходимости. У меня всего там 8-канальная студия. Никакого смысла в пульте. Как бы, маленьких пультов качественных не бывает. Ну, не бывает. Вот. А большую студию пульта, ну, зачем мне? 48 каналов, ну, куда мне их ставить? Мы еще пройдемся. Вот. Ну, вот просто он, как бы, стоит там 6 тысяч. Мне он достался что-то за 3. Чак-чак продавал, говорит, мне нужно забереть. Ну, я поехал, забрал. Вот. И так вот часто бывает, что, так сказать, какую-то дорогую достаточно аппаратуру, или вот клавишки тоже. Вот. Нида не купил, где-то полгода назад. Старенькая вермона, аналоговый синтезатор. Очень приятная вещь. Тоже, ну, в общем, по-хорошему там на ebay, там, ну, 12-ку стоит. Чак продавал за 4 тысячи. Взял, поехал, забрал. Вот. То есть, часто бывает, что люди просто сливают какой-то достаточно дорогое и качественное оборудование, просто за небольшие деньги, просто, ну, потому что не нужно. Или там, по случаю, там, купил, говорит, ну, не надо. И я потихонечку это отслеживаю, и из тех того списка, который мне хотелось бы поменять или добавить, я просто, так сказать, покупаю. Остановиться, естественно, невозможно. Нет. Нет. Остановиться невозможно абсолютно. И самое главное, что не нужно этого делать. Потому что, как гитаристы говорят, какая гитара, сколько гитар гитаристу нужно, да? Еще одну. Это не жадность. Это не жадность. Это, на самом деле, энергия. Это энергия, которую человек получает. Вот у него есть там вот набор гитар, да? Не все, кстати, совсем. Вот. Есть набор гитар, и он к ней уже привык. Он уже на этих гитарах все сочинил, все, что можно. То есть, эта гитара ему все уже о себе рассказала. Он берет в руки другую гитару, и у него появляется другая музыка. Вот. С студийным стаффом такая же история. Это, вот для меня, это просто элемент вдохновения. Я покупаю очередной микрофончик или очередную железку, и, соответственно, для меня это элемент вдохновения. Я слышу что-то новое, я могу сделать какой-то новый саунд, я могу сделать какой-то новый звук, в конце концов, может быть, новая музыка и так далее, и так далее, и так далее. Это всегда, как бы, новая энергия, новая, так сказать, свежая кровь. Может, заранее знаешь, что купишь новый какой-то инструмент, и обязательно напишешь. И что-то будет, и что-то будет, да. Со всеми инструментами так было. То есть, как бы, покупается там новый бас или новая гитара, вот, и обязательно что-нибудь появляется. Вот. То есть, я уже этого жду, я уже просто, я его покупаю, там, выделяю время, сажусь и начинаю, как бы, фигачить. Мне было интересно, да, у меня только так или у всех так? У всех так, конечно. А ты думаешь, барышня себе новые туфли по какой-то другой причине покупает? По той же. Вот. Это нормальная совершенно ситуация. То есть, это стремление человека просто развиваться, не стоять на месте. То есть, человек, который, как бы, купил себе и успокоился, все, он творчески умер. То есть, только вот эта вот, только вот эта вот текучка, только вот это вот новое, обязательно новое вливание, оно дает жизнь. Серега вообще замечательную фразу родил в свое время о том, что в этом мире вообще нет ничего, кроме энергии. Все в этом мире это обмен энергии. Как бы, ну, это доказали еще физики в 19 веке, да. Но, как бы, применительно к нашему творчеству, как бы, что происходит? Ты услышал какую-то музыку, да, там, ты ее записал. Ты эту музыку записал, ты ее написал, саранжировал, сыграл на концерте, да. Ее услышали. Энергия пошла дальше, да. Вот, вот этот обмен. А ты получил, да, все хорошо, обменялись. Вот, собственно, вся вот эта энергия, она так и происходит. Точно так же, ты получил гитару, ты с этой гитарой получил определенный, так сказать, какой-то месседж, да. Ты вот этот месседж там без нее выжил, записал музыку и так далее, и так далее. То есть, вот этот вот процесс, он постоянно происходит. Вот, и поэтому, занимаясь, как бы, трактом, занимаясь всем оборудованием, соответственно, всегда нужно не замыкаться на своем, обязательно слушать, что происходит. А как это свели? А как это, а какой там звук использовали здесь? А вот дипешмут там, вот в этой песне, а что там за клавиши? А почему-то они так играют клево? Там, или наоборот, а почему здесь вот бас играет на слабую долю, на сильную, да? То есть, все время, все время какое-то движение, все время интерес, все время интерес что-то, что-что. И этот интерес, собственно, рождает желание разобраться, а как это сделано в студийном варианте, да? А почему, почему вот, не знаю, там, Бонжови вот так все звучит, а у Стинга вот так? Почему? Они так захотели. А почему? Потому что Стинг все пишет спокойной, так сказать, в спокойной студийной атмосфере, а Бонжови херачит вот так вот гитарой там на огромную студию, и 15 микрофонов снимают румы только, да? Почему? Чтобы было так, и гитара такая полетела. Вот, 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 все вот это. И ты начинаешь разбираться, а почему, а как, а зачем, а чем это сделано, а что за прибор, да? А сколько стоит? Вот. На Фейсбук полез. Да, ты полез на Фейсбук. Ты не смотришь, а, чувак продает за 3 рубля, давай сюда. Бонжови продает. Да, или там кто-нибудь из его, да. Вот, понимаешь, то есть вот этот процесс, он постоянен. Или наоборот, или наоборот, тебе говорят, слышишь, говорит, А вот там, говорит, там Васька продает там клювый компрессор. Что такое компрессор? Похрену это, что такое компрессор. Ну, давай посмотрим. Нафига вам нужен этот компрессор, да? Что такое компрессор? Завимическая обработка, да? Ну, и чего? Вот, ну, надо поехать посмотреть. Тыкаешь так. Ничего не понял, там, ух ты, давай. Вот. И начинаешь понимать, что такое компрессор, как он работает, да? То есть, разбираться. То есть, все время так, как говорят, рыть землю, рыть землю, рыть землю. Это с одной стороны. А с другой стороны, делать, смотреть, как это делают профессионалы. Как это, так сказать, у крутых сделано, да? Опять-таки, как они, какими приборами пользуются, как пользуются, зачем пользуются, что получается, что с ним, что без него. Ты сравниваешь и слушаешь, 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 слушаешь. Наверное, на этапе вот аранжировки там записи практически на коленках, наверное, и нужно было там ходить к этим. Это процесс постоянный, да? Каждым ребятам и смотреть, что у кого есть. Это процесс, это процесс непрерывный. Это процесс непрерывный. Мы постоянно друг у друга учимся уже. То есть, говорит, не знаю, я там прихожу на студию, смотрит, что-то Ванечка такой творит, такой, Ванечка, что ты сделал? А я, говорит, компрессор с элементром местами поменял. Дай послушаем. Дай, ух ты, прикольно. Надо так попробовать. Вот, или там, это самое, Лешка сидит там занимается, говорит, слушай, вы смотри, какую штуку придумал интересную. Вот, там вычитал вот это, вот там вот это и вот это вот. И рассказывает мне, я так, ух ты, прикольно. И я ему там что-нибудь рассказываю. То есть, вот это такой обмен. Вот, ну и, конечно, книжки, конечно, форумы, конечно, интернеты. Конечно, все на свете, обязательно учиться, 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 учиться. И самое главное, самое главное, что развивается, развивается не железки развиваются, развиваются уши и твое сознание. Вот, у Лешки был замечательный совершенно преподаватель, попов такой. Ну, Леха, говорит, Леша, он просто гений. Ну, вполне возможно, я его даже в жизни не видел. Вот, он в свое время Лешке сказал фразу, которую он часто повторяет. И я делаю то же самое, потому что фраза действительно очень крутая. Если в аккорде, который для вас вчера звучал как какофония, сегодня вы услышали музыку, значит, вы развиваетесь, значит, вы еще кусок у мира отвоевали. То же самое происходит в звуке. Если вчера вам этот микс казался прекрасным, а сегодня вы услышали в нем проблему, значит, вы развиваетесь. То есть, вместе с этим развиваются ваши уши, а вместе с этим развивается ваше, соответственно, все оборудование. Потому что, как бы, оборудования должны соответствовать вашему сознанию. А лучше, конечно, если оно будет немножко выше. Но для этого нужны, соответственно, люди, которые скажут, что ты вот этого не слышишь, возьми вот это и услышишь. Вот там спор, скажем, о мониторах студийных. Обычная история, да? Самый любимый троллинговый вопрос на звукорежиссерском форуме. А какие студийные мониторы вы посоветуете? И вам 400 комментов, да? 6 лет. Да, да, да. Или там самые лучшие студийные наушники в категории 15-20 тысяч. И ну что, они все там находятся. И началась вкусовщина, да? Вот, поэтому нужно развивать сознание вместе с ушами. Твое сознание тянет за собой уши. Потому что, а уши тянут за собой сознание. То есть, ты начинаешь чего-то слышать, ты начинаешь понимать, ты начинаешь понимать, ты начинаешь что-то слышать. Это вот как электрическое магнитное поле. Оно рождает одно другое. И тянет одно другое. Это был очень яркий эпизод. Значит, я тут, слава богу, пару лет назад пересел на ушной мониторинг в концертных условиях. То, что флейта, это, конечно, очень тяжелый инструмент, с точки зрения позвучки, на концертах очень тяжело. То, что очень маленькие динамические диапазоны, очень маленькие частотные диапазоны. И если в мониторах что-то не так, все, я, как сказать, чувствую себя очень некомфортно. Поэтому я, собственно, скопил денег и первым в оргии пересел на ушные мониторы. Потому что, ну все. Какой? Это имеется в виду марку. Я совершенно по случаю купил у Жени из эпидемии. Он продавал аудиотехнику. Хорошая, достаточная система. Он где-то мне там в углу валяется, если потом интересно будет, достану. Вот. Бушный, естественно, продавал, поскольку он просто стал эндорсером Зинхофф. Вот он ее продавал. Мы с ним познакомились, он мне ее привез. Я послушал, действительно клево. Вот. Я в него купил. И, на сказать, совершенно не жалею. Аудиотехника FM3, по-моему, она называется. Вот. Хорошая, крепкая. Звезд с неба не хватает. Но, как сказать, вполне себе рабочая. Вот. И стала проблема наушников. Потому что наушники для наушников-мониторов – это совершенно отдельная тема относительно обычных бытовых. Вот. Ну, в эпохах же не будешь по сцене прыгать, да? То есть, нужны затычки. Вот. И я, значит, эту тему начал всерьез гуглить и начал выяснять, значит, вообще, что бывает. И вся эта история растянулась на два года. Потому что, ну, сначала я там пробовал одни, другие, третьи. Там, после поехал был Dr. Head. Переслушал разных наушников. Вот. Ну, денег много не было. Вот. Я нашел, значит, знаю, что. Знаю, что хорошие наушники – шуры. Ну, знаю. Просто хорошие вот эти шуры. Арматурные, естественно. Больше никакие. Вот. Никакие динамки никакие. Это не подходит для этих целей. Вот. Купил себе, значит, нашел, по случаю купил 535-е. Все 535 шуры. Ну, купил недорого. Хорошие наушники. Я, собственно, в них уже два года работаю. Вот. А тут стал вопрос о том, что, как бы, хочется дальше развиваться. Вот. И я, значит, думаю, а что дальше? А какие наушники бывают дальше? И поехал тот же самый Dr. Head. Ну, там у них хороший выбор. Просто достаточно, как бы... Это не реклама. Я действительно... Да, действительно. Вот, когда добавлю, скажу, тоже покупал наушники. Да. Да. Ну, действительно, хорошая контора. Дорогая, правда. Дорогая, правда, но неплохая. Ну, они хороши тем, что они даже самые дорогие наушники дают слушать. Вот это вот редко когда в какой-то салоне. Вот. Я тут на Арбате пошел к ним. Я уж там за знакомый с продавцом. Вот. Я говорю, слушай, дай послушать вообще хорошие наушники. У меня 535-е. Че есть лучше? Говорит, шо? Вот. И он, значит, мне приносит Вестоны. Приносит мне Джерри Харви. Приносит мне, значит, еще чего-то там. Ну, в общем, такое штук 12 мне выложил. Вот. И я давай, значит, совать их в уши. Вот. Значит, послушал Вестоны. Ноу. Никакие Вестоны. Даже восьмидрайверные меня не впечатлили от слова совсем. Бубнеж. Динамики никакой. В общем, бытовые. Потом, значит, какие-то японские у меня проточил. Какой-то КН чего-то там. Послушал. Ничего. Вот. Потом, значит, он мне пришел, принес крутые Джерри Харви. Сначала четырехдрайверные, потом восьмидрайверные, потом двенадцатидрайверные. Значит, четыре драйвера. Хорошо. Восемь драйверов еще лучше. Двенадцатидрайверов. Неплохо. Это что? Джерри Харви. Драйверные. Что имеется в виду? Это арматурные наушники. В них внутри стоит, соответственно, куча драйверов. То есть на каждый частотный диапазон. Чем больше, соответственно, драйверов, тем, соответственно, был лучше проработан частотный диапазон. Вот как в колонке. Есть вот это вот трехполосные, да? Вот эти вот двухполосные, да? Вот там двенадцать. Вот. Нам это арматурные наушники. Ну, неважно. В общем, я, собственно, к чему хотел сказать, что... А после этого я говорю, слушай, есть наушники, стоит восемьдесят тысяч. Говорю, ты сам, вот, шуры восемьсот сорок шестые. Дай послушать, интересно. Говорю, да не вопрос, надо. Вот, я втыкаю, и у меня отваливается пачка. Потому что наушники... То есть в итоге я, значит, очень крутые наушники. Очень. Захотел. Да, я захотел, но восемьдесят тысяч мне о чем разговор. Я их нашел за треть на Авито. Купил. Вот, приехал сюда, значит, воткнул. Вот. И после того, как я воткнул, я понял, что все остальное мне хочется продать. У них такая детализация у шеи, вот такая детализация, что... Я даже не могу это как-то объяснить. Вот, ну, вот, как бы, инески вот эти, они славятся тем, что именно, как бы, очень детальные. То есть они, как бы, то есть каши в звуке нет совсем. То есть они неровные по звуку, ничего. Но вот динамика, так называемая, то есть возможность и умение отрабатывать очень мелкие детали. Очень мелкие детали. То есть, скажем, там, вот там тарелочки, там, на хэте, да, слышно каждую крупиночку вот этого. Ничь. Вот каждую крупиночку слышно. Вот. Так вот у них такая динамика была, что, ну, к сожалению, они оказались бракованные. Мне пришлось их восстать обратно. Вот. Печальная история, к сожалению. Я страшно жалею об этом. Вот. Ну, проехали. Сейчас уже, конечно, сложнее с этим, потому что уже, как бы, есть что-то другое покупать там. Потом. Вот. Ну, осталось на 535-х. И я самое главное понял, что такого качества наушники на сцене мне просто не нужны, потому что я буду слышать, что лажу просто во всем. Поэтому лучше будет чуть похуже, но зато они будут, как бы, вровень всего тракта. То есть для сцены слишком хорошо. Да, для сцены слишком хорошо, да. То есть они уже такие. То есть я бы для студии их вот просто себе купил и куплю, в конце концов. То, что такого качества наушники, это очень круто. Просто очень круто. Вот. Так что это такой микролайфхак. Моя рекомендация. Это наушники Shure какие? Shure 7846. 7846. Это топовые уши из линейки арматурных ушей. Мониторные, так называемые. Топовые. Но они в магазине стоят там 80-85 тысяч. Просто наушники. Вот. Пусть предлагают эндорсерство. С удовольствием. Пожалуйста, эндорсерство, да. Я с удовольствием, да. Помогите внимание. Да, еще, пожалуйста. Ладно. Поехали. Поехали. Вот. Так что вот так вот. Ну, это, конечно, я говорю. Просто к чему разговоры о том, что... То есть я... У меня уши услышали разницу. А, так вот самое было яркое впечатление от этих наушников, да. То есть у меня вот... В тех наушниках, которых я работаю, у меня вот есть... Могу с мониторки вывести. Могу с усилителя для наушников вывести. Могу с картой вывести. На уши послушать, да. Здесь я в своих наушниках слушаю. Ну, да. Там более-менее похожий звук. В тех я воткнул. Я вообще ничего общего не услышал между этими тремя трактами. То есть они были настолько разные, что я... Блин. У меня там ничего не накручено нигде. Да нет. Вроде все то же самое. Мы работали, как бы, эту разницу настолько сильно, что я был удивлен. Хотя, в общем, я сказал, что тертый. Я был настолько удивлен, что такая разница в звуке. Как ты видишь, я открыл веки, да? Да, просто стерли пыль с монитора. Просто вот так вот. Так что вопрос контроля и вопрос вообще вот звука звукового тракта в целом, он очень важен. Да, и провода в частности тоже. И, как бы, то есть, ну все. Все-все. Инструмент, провод, предусилитель. Там, качество лампы в предусилителе. Качество провода, которым он питается. Качество питания, которым он питается. Чтоб там было не 185 вольт, а 220. Это все важно. Это все важно. Все это, как бы, чтоб там не гудело ничего. Чтоб там никакой подстанции не работало. Чтоб вся герц не сидела в звуке. Там все это, все это, все это, все это важно. Все это важно. Вот. То есть, если музыкант собирает, например, какую-то мини-студию, то лучше вложиться в коммутацию больше. Нет, в коммутацию она должна соответствовать, Женя. Она должна быть, она должна быть. То есть, если у тебя дорогой прибор, потрудись, под этот прибор весят со стороны тракт такого же класса. Потому что смысла в этом приборе не будет. Потому что ты его не услышишь просто. Просто не услышишь разницы между прибором там за 1000 долларов и за 15. Не услышишь этой разницы. Другое дело, что ты можешь как бы ва-банк пойти, купить дорогой прибор и с планами на то, чтобы под это дело все, так сказать. То есть, всегда имеет смысл покупать максимум. Вот. Но понимать, что этот максимум ты услышишь только тогда, когда у тебя весь тракт будет. То есть, вот от и до. Тогда ты, соответственно, услышишь эту разницу и услышишь его полноценно. Тогда, тогда, тогда так. Не игнорировать проводочки. Да, и, соответственно, если говорить о... Да, не игнорировать ни в коем случае. То есть, и если есть выбор, с чего начинать, начинать надо с источника. То есть, если у тебя хороший предусилитель, хороший компьютер, все на свете, а гитара, извините, Джексон, какой-нибудь за 300 долларов, понимаешь? Все будет звучать, как твой Джексон. А вот если у тебя Гибсон 1974 года, то ты услышишь даже в 100-рублевых наушниках, что это Гибсон 1974 года. То есть, начинать надо сначала. Начинать с качественного микрофона, с качественной гитары и двигаться дальше в сторону. Вот, ну, как... Потому что если в источнике этого нет, то ты больше ничем это не вытянешь. Точно так же, точно так же, как с микрофоном, точно так же, как с пеньем, умением петь, умением играть, умением там, извлекать звук из барабанов. Начинать надо с источника всегда. То, как бы, то, что свой хороший источник ты принес на другую студию, и он там раскроется. Там, гитару свою, если купил там себе, там, не знаю, какой-нибудь там... Мартин. Это очень важная мысль, которую, уверен, многие забывают. Да, потому что... Потому что чем качественнее, собственно говоря, инструмент, на котором ты работаешь, будь то, там, не знаю, будь то клавиши, будь то гитара, будь то микрофон, будь то твой собственный голос, да, чем качественнее, тем больше у тебя возможностей, соответственно, самовыразиться. И тем сложнее на нем играть. Вот, у меня был тоже очень яркий момент в жизни, когда мы писали уже вторую часть ДТКВС, и мне нужно было на запись одной песни, на эпитафии, мне нужна была пиколка. Ну, не было пиколки тогда, просто и сейчас качественной пиколки нет, но редкие инструменты, пикол, соответственно, имеется в виду, да. Вот, 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 я тебе сейчас расскажу про этот огрызочек, я был, я был прям яркий очень момент, вот, и я писал, ребят, дайте флейту, мне надо сыграть. Ну, просто написал, после, говорю, ребят, вот надо, вот на запись нужна флейта, дайте кто-нибудь. Ну, мне там написали несколько людей, вот, но, ой, это самое, написали несколько людей, и я так прошерстил, понял, что, как бы, все, что они предлагались, в принципе, мне не подходит. И мне написал, один, один тогда еще незнакомый мне человек, Антон, вот, говорит, у меня, я работаю в магазине, приезжай, выбери. Я говорю, ух ты, круто. Вот. Приехал к нему, у меня действительно магазин, вот, я меня выложил так, вот, выбирай. Я вот, одну взял, попробовал, другую, 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 третий этап продал, о, это уже ничего. Я вот так, двигался, 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 в конце концов, взял деревяшку, я вообще деревянную хотел, флейту именно. Взял деревянную, поиграл, такой, оп, слушай, клево. Вот это вот я возьму, пожалуй. Он говорит, да, пожалуйста, бери, вот, все. Я говорю, ну там, не знаю, паспорт, там, я тебя знаю вообще, бери, пожалуйста, сыграешь, отдашь. Спасибо. Вот, и я, значит, это самое, говорю, слушай, Антон, а сколько она стоит? Я давно хотел купить себе пиколку, ну хотелось бы инструмент, да. Говорит, сейчас посмотрю. так, ну, если тебе 20% скидку сделаем, 670. Я говорю, чего? 1000 рублей. Я говорю, сколько? Вот этот вот автомобиль с 20% скидкой, понимаешь? То есть, она под миллион. Вот это вот сучок, вот это с Палисандра. Там 800 лист. Ну, 670 плюс 20%. Ну, 800 там с лишним. Вот это вот фигня. Но самое интересное... Это было до записи, да? Да, ну, собственно, я ее взял, естественно, вот так вот привез домой, думаю, сейчас я сыграю. И вот тут началась проблема. Я не смог из нее нормально два одинаковых звука издать. То есть, инструмент такого качества, что вот моего уровня игры не хватило. То есть, мне пришлось неделю, но не учиться просто играть. Страдивари, среди пикколы. Да, просто пикколы страдивари, по сути. То есть, для того, чтобы издать на ней два одинаковых звука, мне нужно было настолько сильно стабилизировать свой звук, свой собственный звук, чтобы я мог из нее два одинаковых звука издать. Доучиваться пришлось. Да, пришлось доучиваться. Я неделю просто херачил по несколько часов, чтобы просто на ней что-нибудь сыграть. Вот. И когда, собственно, прошла неделя, в последние буквально часы Антон уже сидит рядом, и я записываю прямо при нем, значит, все это самое. Потом записал, вытер. Спасибо. Просто несколько лет назад был принят указ, закон, в общем, какой-то силовой документ о том, что ввоз в Россию драгметаллов облагается стопроцентным налогом. Вот. И если, соответственно, там какой-нибудь Авалон или там Мир Музыки везет сюда флейты, мои любимые Мураматсу, например, ну флейта там образно стоит, не знаю, там 2-3 тысячи долларов, ну такая недорогая флейта обычная, вот. Ну допустим, там 3 тысячи долларов она стоит, да? В России? А? И в России она становится... Вот смотри, вот какая математика. Значит, на магазине она стоит 3 тысячи долларов. Вот, соответственно, привозя сюда она стоит уже 6 тысяч долларов. Вот. Плюс 20% сверху. И у нас получается из 3-х 8. Смешно, правда? Вот, собственно, поэтому вот это вот, вот эта вот пиколочка. Ну, то есть, если ты едешь за границу и покупаешь флейту, то ты возишь ее как свою. Возишь ее как свою, аналог? Аналог ты не платишь. Не платишь. Нет, платят, платят магазины, которые везут товар. Бизнес, в общем, платят. Да, бизнес платят. Если ты купил, я, собственно, так и купил свою, свою Мураматсу, собственно говоря, поехал в Штат и купил на ebay и привез сюда. Вот, поэтому я с этой флейтой хожу, мне страшно. на ebay вот из России заказывать? Там, насколько я помню, есть пограничные, если ты ее декларируешь как инструмент за тысячу долларов, ты заплатишь налог. А если тебе написал 200 баксов, то ты приедешь. Но если потеряется, то ты получишь 200 баксов. То есть, как бы, здесь есть риск. Проще поехать, либо поехать, либо кого-то из других попросить. У меня просто родственники живут за рубежом. То есть, что получается? В любом случае, флейта стоит определенных денег уже сейчас в России. То есть, что людям, желающим ее купить, никуда не сюда. То есть, слишком дорого получается и поехать. Ну да, то есть, это дешевле, гораздо дешевле и интереснее поехать туда и купить там. Просто, насколько я знаю, например, гипсон, может быть, иногда сложно продать. Ну, дорогие инструменты, если ты говоришь о дорогих инструментах, их продать, в принципе, тяжело. Серьезному музыканту нужно, он, может быть, и рассмотрит, а вот средние начинающие, они просто пройдут к нему. Ну, конечно. Как и с любыми дорогими вещами и качественными, да, то есть, специалист, он в этом деле разбирается и ты его не надуешь, соответственно, то есть, не впаришь ему ерунду за 3 рубля, а если действительно хорошая вещь, то таких людей очень мало, которых еще такого нет, понимаешь, и он не может спокойно поехать туда, в те же штаты или там, в Германию, или не знаю, где там, откуда он хочет привезти инструмент, да, как правило, все-таки, больше в штатах, конечно, больше выбор. Вот поехать просто туда и прийти в магазин и выбрать, как бы, потому что, как бы, люди профессионалы, они обычно так и делают, потому что, ну, или, как бы, ждать какого-то коллекционера, который, значит, вот, поэтому с дорогими инструментами очень сложно обращаться, потому что, если ты покупаешь дорогой инструмент, он, как правило, уже твой, то есть, ты его хрен продашь. Потому что, вот и у нас была история, как бы, на нас просто вышли родственники погибшего одного музыканта, я, к сожалению, не помню, как его зовут, очень хороший гитарист, забыл, как зовут его. Ну, погиб человек, и родственники распродавали инструменты, вот, очень долго продавали, потому что инструменты хорошие, инструменты дорогие, но гитару мы забрали у них, потому что гитара была очень крутая, вот, а все остальное, там одеотехника была с 40-10, дорогой микрофоном, там стоит, там, четверку баксов, и так далее, и так далее, там, баса у них там был престижный, очень классный бас, ну, тоже там, двушка, двушка, трешка баксов, не всякий себе может позволить такой инструмент сходу забрать, вот, очень долго все это продавали, потому что, никто не пишет, всем, кому надо, уже есть, а всем, кому не надо, покупают за 200 баксов Джексона, ебаная, вот, поэтому это самое, поэтому с другими инструментами, это, кстати, по этому поводу, между прочим, один из лайфхаков, чисто студийных, все инструменты, которые у меня здесь стоят, не превышают 1000 долларов, вот, у меня вообще, так получилось по жизни, что, ну, поскольку я не гитарист, я не басист, я не барабанщик, вот, в принципе, даже не клавишник, вот, я, как бы, вокалист, флитист, композитор, вот, но, но, поскольку, так сказать, я музыку пишу, и я очень люблю играть на разных инструментах, инструменты у меня есть все, вон там стоят барабаны, клавиши сами видите, значит, гитары басов у меня, это половина, там еще на стенке висит всякая фигня, вот, но 90% инструментов, получалось так, что, либо мне кто-то его просто отдавал, либо, либо я приезжал, и покупал, вот, как эти клавиши, я приехал покупать, и спросил у дядьки, а ты больше ничего не продаешь, он говорит, ну, вот, там гитара какая-то валяется, и достает мне вот этот вот диамант, я так взял в руки, и понял, что без него я не уеду просто, вот, и что-то за 5000 рублей я его купил, он был рад отдать, потому что она у него лежала 20 лет, и никому была не нужна, а я понимаю, что я без нее жить больше не могу, инструмент оказался настолько крутой, что он реально сравним с, по некоторым характеристикам, сравним с Лешкиным Гибсоном 68 года, который он купил за 4, а, я извиняюсь, она стоит 12, тысяч долларов, естественно, да, вот, вот так вот, вот этот инструмент мне просто подарили, забирай, жалко выбросить, вот этот вот, там, вот этот вот, ну, мы уже начинаем, ну, давай, да, да, китайский, китайский бас, который, в свое время, был куплен в магазине за 3000 рублей, давай, покажу, да, давай по порядку, ну, давай, да, даймонд, я такое держал в руках, когда-то, очень давно, сейчас, не помню, что-то производство, даймонд, это, по-моему, чехи, насколько я помню, по-моему, чехи, это Алана, а я Алана, чехи или ГДР, инструмент, офигенный, конечно, как блескал, но это копия, вот, был куплен за 5000 рублей, Саша Шишкин, замечательный мастер, мне привел в порядок гриф, потому что он был, ну, разбит, вот, все, то есть за 12000 рублей я получил инструмент класса 2000 долларов, просто потому что, вот, просто потому что, вот, попался такой инструмент, вот, я не буду жужжать, как бы, я не гитарист, все-таки, не буду позориться, а это мне просто подарили, вот, сейчас он 1-2, тоже Алана, по логустика, но сейчас я говорю, сейчас для того, чтобы показать, надо и настраивать по-человечески, вот, вот, тут кто-то какой-то добрый молодец, вкорячил в нее китайские датчики, он, конечно, погорячился крепко, вот, вот, при подключке звучит, такая прям, биби кинг такой звучит, вот, ну, поехали дальше, тогда, значит, Морис, Морис, Япония, Морис, это копия, копия 45 мартина, с палисандриком, со всеми делами, в смысле, с инкрустациями, со всякими, вот, тоже была куплена, за 20 копейками, тысяча рублей, инструмент, ну, судя по, тому, что это бразильский палисандр, где-то 68-69 года, вот, может быть, там, 70-го года, Морисов, насколько я знаю, много по интернету ходит, да, и причем, за копейки, на самом деле, то есть, гитары действительно очень крутого класса, то есть, мы их сравнивали, вот, у Сереги просто, Мартин, таки, 69-го года, настоящий Мартин, 35-й, 69-го года, так вот, мы их сравнивали, сравнимые, то есть, конечно, хуже, но сравнимые, то есть, это, сейчас, нормальный медиатор возьму, один в один, вот, по виду, один в один, я по звуку, по звуку, громкое, яркое, ты знаешь, нет, дело не в громкости, яркости, по громкости и по яркости, они очень похожи, сбалансированный очень звук, он очень целостный, у меня есть ролик, кстати, потом, если не лень, покажу, где вот Серега вот сидит вот здесь вот, и я ему вот так вот даю эти, одну инструмент, один и второй инструмент, чтобы сравнить, то есть, у этого не меньше низа, он такой очень вялый, по сравнению с Мартиным, 69-го года, да, вот, середина не такая, как бы артикулированная, там, вверх, не такой вот, яркий, как здесь, он такой, более тусклый, кажется, но когда Серега играет, то есть, полное ощущение, что звучит просто оркестр, а это вы просто гитара, то видео, где ему подарили гитару, нет, 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 это он ко мне приехал, тогда, и я ему просто вот так вот давал эти, на сравнение, он играл на одной, играл на другой, вот такая штука, с троном, год 4, в общем, такой вот, так что Моррис, это прекрасно, единственная проблема, они не подзвучены, поскольку старые, вот, то есть, ну, это проблема не велика, покупаешь фишмана, и все хорошо, вот, босс, в магазине он стоил 3000 рублей, вот, вот тут видишь, вот какая красота, сломанная башка, впервые вижу такую конструкцию, сломанная башка, то есть, мне пришлось ремонтировать башку, ну, вот это не моя конструкция, я ее просто склеил, вот, но этот бас, который вот у меня приходит басист, Тёма, наш басист приходит, и его из рук не выпускает, потому что он, тоже струн, год 4, какой рык, не вареный, ничего, так вот рычит зверек, да, что на видео, это не будет, ну, понятно, да, ну, это надо все включать, конечно, показывать, в общем, короче, зверь прям рычит капитально, вот, то есть, писать его, скажем, там, в альбоме, естественно, никто не будет, но вот для аранжировки, прекрасно, то есть, он выполняет функцию баса, вполне себе, серьезно, быстрый бас, быстрый бас, взял, записал, да, да, то есть, это вот, вот, ну, этот, с этим инструментом все гораздо менее интересно, это тоже китаец, у меня просто нужен был какой-то бас с пятиструнником, потому что нужна пятая струна иногда, ну, это, в общем, вот можно сравнить по звуку, да, здесь струнам меньше года, мутнее, да, сильно мутнее, зато у него есть вот это, ну, иногда нужно просто, вот как раз, я показывал там, эту самую, вот мы, нашу аранжировку, марш, вот там, собственно, вот это вот, там вот это звучит, до, нижняя, ну, у него нету этой, этой самой, нотки, вот, так что это просто, ну, это как бы, инструмент такой, что называется, рабочий, тот с удовольствием, а этот, вот, просто к чему я все это рассказываю, рассказываю к тому, что недорогие инструменты очень часто бывают хорошими, как бы, ну, точнее как, они бывают хорошими, да, то есть, если ты знаешь, что искать и где найти, вот, они появляются, говорю, у меня инструментов там еще несколько штук лежит, не менее интересные, потому что эти все любимые, они стоят просто, что называется, под рукой, схватил, сыграл, вот, можно найти, недорого, можно найти недорого, очень хорошие инструменты, если знать, что искать, вот, потому что часто люди покупаются на, там, на марку, на цену, на бренд, там, не знаю, на вид, вот, а смотреть, конечно, надо слушать ушами, надо чувствовать руками, как бы, просто, вот, вот, если ты взял в руки инструмент, и тебе не хочется его пускать, это твой инструмент, вот, то же самое у меня произошло с мандолиной, мандолиной, конечно, обалденные совершенно, ну, наверное, тоже достану, давай достану, покажу, потому что я, поскольку, сейчас, нужно настроить, конечно, потому что на ней было написано, собственно говоря, то есть началось с мандолиной, да? Да, да, дело в том, что, когда я ее купил, тогда еще работал в офисе, у меня было много денег, вот, и, собственно, к нам пришла группа «Календарь» писаться, и денег на записи у них не было, она говорит, о, тут мандолин лежит, типа, типа, это, купите, вот, а я тогда уже на мандолине играл, вот, и, скрипичный, да? Да, скрипичный строй, ну, собственно, это, по сути, скрипка, только с плодами, и двойные струны, и, они ее продавали в полцены, что называется, потому что она, по ритейлу, стоит почти трешку-трешку евро, они ее продавали там за чуть-чуть больше тысячи долларов, вот, я когда взял в руки вот это вот сыграл, все, из рук я его вписать больше не могу, это мой инструмент, в трое дешевле, в двое дешевле покупают. Нам настройте, как. настройте, конечно. Вот, и потом, соответственно, начались все вот эти вот... Да что ж такое-то? Да я настрою. Не камильность. пробивает любой микс абсолютно. то есть просто как иголку прошивает. На сцене Сергей не с ней, да? Да, очень смешно, что партию, собственно говоря, эту синюю воду написал я, записывал Леха, а играет Серега. У нас так. Ну просто все заняты, а Серега как бы без инструмента, поэтому играет он. Ну и всякие-то... То же самое, тоже на ней все придумывалось. Потому что он, как бы инструмент такой, что берешь в руки и выпускать уже совершенно не хочется. сердце современной студии, это компьютер. если мы говорим о цифровой студии как правило как большинство студии цифровые вот это компьютер у меня вот для этих целей стоит mac mini вот но достаточно старенький мы сейчас даже вот могу сейчас посмотреть какой я не помню уже баллады смек а 2.3 даже 2.3 корду i7 16 гигов вот то есть ну вот вершина эти 95 метр прошел 9 5 10 9 5 на марик вот значит по компьютеру единственное что мне пришлось туда добавить мне нужно было я поставил туда ssd на соответственно на систему просто для того чтобы он пошустрее был чуть-чуть да и поставил туда еще помимо системного соответственно еще один винчестер на терабайт просто для данных но это как бы это такая это буферный винчестер потому что вся 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 моя жизнь происходит вот вот здесь то есть это бы кап и всякие и вся вся все рабочие файлы обязательно дважды или трижды бы капится вот потому что все но там его основную рабочий немного терабайт не принципе небольшой винчестер которым соответственно вся рабочая информация потом соответственно это там в какой-то раз в какое-то время бы капится на соответственно нет облака не практикую ну может быть я просто ретроград немножко а может быть просто не из-за таких соображений в конце концов это моя личная информация кто может воспользоваться на облаке кроме меня это кто кто угодно по сути а все-таки моя коммерческая информация не хочется мало потому что к сожалению современная вообще индустрия все электроники направлены на полную а персонализацию то есть ты как бы полностью открыт вся информация которая находится в мобильнике в твоем компьютере доступны кому угодно но при правильном подходе вот поэтому я предпочитаю таскать как это хранить деньги не в банке а в кармане чтобы таскать я всегда имел для них доступ но я не про деньги конечно про информацию да в танк звучит в тумбочке да потому что здесь я точно знаю что это недоступно никому на облаке да кому угодно он мы недавно читали соглашение по сири в apple там открытым текстом написано что вся информация которая у вас находится в компьютере вашем телефоне отправляется компанией apple просто прямым текстом вот поэтому зачем это лишний раз не хочется вот ну и надежнее конечно что что интернет иногда могут отрубить если мне срочно работы еще делать буду вот у нас недавно проводили ремонт отруби отрубили всему дому это самое просто обрезали интернет кабели прокладывали новый на весь день весь дом без без интернета и как я работать будут да никак пример информация на макмени лежит до оперативная информация лежит на макмени соответственно точно все все рабочие проекты сейчас лежат организируется например с яндекс диском 2 тарабайта ну да можно так никаких проблем за чуть-чуть что смартфонения с яндекс диска обратно скачал можно тогда но как-то я привык с винчестерами работать на принципе почему нет тоже все тоже возможно принципе мы идем к этому потому что при наличии трех студий конечно облачное хранилище удобно чтобы можно было проект тягать не не вводить не в руках до чего делать через интернет вот но пока что-то не не до перспективы для этого сделал разовку она у тебя уже там да да я понимаю все прекрасное говорю это это и всю технологию естественно я знаю вот кстати вот между прочим про тулс у него специально аппаратно заложено то что то что как бы проект можно открывать с нескольких разных компьютеров с нескольких разных сессий соответственно со студией то есть одновременно можно работать в проекте то есть это про тулс это просто аппаратно аппаратно заложено вот и кстати по в sony vegas то же самое сделано вот мы продолжим да компьютер значит компьютер сердце студии в любом случае если соответственно студии если студия еще имеет и аналоговую часть то есть и стоит либо магнитофон там какой-нибудь штудер там стоит или еще чего-то соответственно как бы перед перед тем как файлы оцифровываются они лежат на ленте ну у нас такого варианта нет это очень дорого мясо не только сам магнитофон и лента дорогая обслуживание дорогое поэтому это как бы студии немножко выше более высокого класса имеет смысл рассматривать и так значит компьютер значит теперь идем как бы в компьютер да с одной стороны и с другой стороны со стороны звука то есть ну из в источник звука это там него может быть комбик гитарный это может быть там акустическая гитара это может быть микрофон это может быть я не знаю там клавиши в линию но в любом случае это какой-то шнур по которому идет какой-то аналоговый сигнал соответственно это аналоговый сигнал перед тем как попасть компьютер должен определенным образом обработаться вот а именно значит первое что стоит по пути движения аналогового сигнала это предусилитель это один из самых важных звуковых если не самый важный вообще звуковой прибор который формирует фактически звук аналогового сигнала то есть микрофон до микрофон замечательно но из микрофона идут милливольт для того чтобы они правильно попали в твой мультитрек соответственно он должен быть сформирован он должен быть насытиться определенным количеством гармоник усилиться до определенного уровня для того чтобы во первых повысить добротность в соглашении сигнал шум вот а во вторых просто как бы его сформировать вот это очень правильная мысль очень правильное слово я очень люблю сформировать звук то есть он должен обрезать определенную форму из милливольтов превратить Соответственно, вы же там... Да, любой микрофон имеет смысл Предусиливать. Можно воткнуть прямо в оцифровщик Или в пульт, можно, но тогда Соответственно, ты услышишь звук Не микрофона, а того Предусилителя, который будет стоять в оцифровщике Соответственно, или в пульте Как правило, это достаточно некачественные Приборы, а для того, чтобы Качественно усилить Ну, как ребенок, да, родился Если вот он прям нежненький Если его сразу в школу Что с ним произойдет? Ничего хорошего Его надо сначала первые 2-3 года Чтобы он был нежненький, да, чтобы нежно С ним обращаться. Вот предусилитель делает именно это Он очень качественно Усиливает сигнал до линейного Линейного уровня Соответственно, тем самым формирует Фактически его звук Для этих целей у меня, соответственно, собрано Четыре прибора у меня Значит Два американских прибора Билри Малоизвестные приборы, в свое время мы Все оргии их очень полюбили, накупили их целую Кучу Прибор класса Полтысячи долларов Вот Звучит неплохо Так сказать, звезд к небу не хватает Но, скажем Все вокалы Которые выслышатся на наших альбомах Записаны через такие приборы Чего два? Четыре канала просто Просто четыре канала У нас на студии их 22 Вот, два из них у меня Прибора 22 Для одновременной записи? Да Четыре вокала То есть, четыре канала у меня здесь Вот Еще 20 каналов у нас раскиданы по двум студиям Вот Ну, мы их сначала накупили много-много Вот А потом решили, что нам тут не надо И объяснили Например, четыре микрофона Например, четыре микрофона Или четыре вокалиста И там два вокалиста Две гитары Но гитары лучше писать не в лампы Это ламповые предусилители Для теплого лампового звучания Собственно говоря Они немножко отмодены Нашим звукочем Там подобранные лампы Там подобранные выходные транзисторы Вот Лучше всего для вокала Да Но ламповый предусилитель предназначен для медленных Соответственно, источников звука Для вокала Для баса Для Скажем Каких-то Какой-то глубокой перкуссии Для флейты Для там Духовых Для скрипив Для всяких этих самых Смычковых То есть, тогда нужен теплый звук Когда нужен не резкий, быстрый звук Да, с быстрой атакой А медленный звук Он для этих целей используется ламповый, собственно говоря Ну, в первую очередь, конечно Это микрофон Это вокал В первую очередь, конечно Вот Значит И еще 4 канала у меня Транзисторных Это копия Значит, SSL Питерский дядька Делает Вармер Это Это реплика SSL Такой питерский дядька Саша Фамилию не помню Вот Но После того, как Саша его сделал Соответственно Это вот Компания Вармер Студио Это, собственно говоря Его компания Он их сам делает Внутри эта схема стоит Копия SSL Вот И второй приборчик Который тоже я Крайне рекомендую Это наша московская компания Дегилаб Если внимательно посмотреть Дегилаб, 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 Дегилаб Вот Дегилаб Вот Большие наши друзья Значит, компания Это самое Это, конечно же я Дегилаб Я с удовольствием делаю Им рекламу Потому что это наши друзья И Они, так сказать, не заслуженно Не пользуются максимальным спросом Потому что Приборы действительно просто Офигенного качества Вот Сейчас я буду рассказывать дальше Я О них коснусь Коснусь почему это все происходит вот под приборчик так сказать сделан в формате вообще даже не на не раково фактически настольного да то есть они его делали для такой ну так сказать домашней студии хотя прибор звучит прекрасно просто прибор звучит просто замечательно в общем я с удовольствием пользуюсь вот почему 22 объясню значит дело в том что поскольку у меня дегилабовских же 2 оцифровщика то есть 4 канала вот убираться вот значит просто для тех для того чтобы оцифровывая качественно сигнал у меня была возможность варьировать либо я могу взять 4 ламповых прибора засунуть 4 канала цифровки либо я возьму могу взять 4 транзисторных прибора и тоже засунуть в прибор оцифровки зачем соответственно транзисторные быстрые предусилители для всего того что использует быструю атаку гитары особенно акустические в общем барабаны обязательно вот электрический баз не скажем не контрабас а именно электрический баз которым нужно стекло которым нужна быстрая атака конечно транзисторный предусилитель вода для вас у меня еще специально есть еще один есть купленная по случаю динокордовская башка но это башка как бы именно усилитель баре башка но в нем есть предусилитель как бы есть ненужный абсолютно перегруз но есть замечательный совершенно эквалайзер который для моего недорогого баса у которого очень мало низа я могу накрутить здесь сразу на предусилители низа вот и соответственно он будет полноценно звучать уже на записи вот и так предусилители да дальше следующий собственно следующий вопрос это оцифровка то есть после того как мы сигнал сформировали мы должны его превратить в нули единички для того что компьютер это понимал вот значит для этих целей меня стоит 2 digilab ских то прибора значит почему digilab дело в том что опять-таки проводили мы тесты проводили исследования и выяснили что эти приборы очень качественные очень качественные при том что они стоят достаточно недорого для таких приборов два канала стоит там порядка 20000 рублей то есть для серьезных приборов от просто ни о чем такого класса прибора на западе стоит от полутора до трех тысяч долларов за прибор вот здесь как бы приборчики меньше меньше 500 долларов за прибор это в общем мягко говоря не серьезно качество прибора у нас старенький классический собственно говоря эпо g6 вот он лучше этот прибор лучше они убыть прибора есть более старый этот прибор я все время купил у юрьевич богданова вот он него тогда отдал этот прибор я уже покупал вторым вот эти приборы соответственно он же у меня является мастер-клоком кстати ко всей студии он у него у них вы кстати это у них тоже замечательно совершенно то есть все что касается цифровки расцифровки и клока ребята делают прекрасные приборы для волговятского региона мастер-клок это что значит мастер-клок все цифровые приборы между собой должны обязательно работать на одной частоте если мы выставляем здесь 48 или там 96 или 88 или там 192 да неважно то есть частота футбик дискретизации в которой вы работаете соответственно каждый из приборов работающий на цифровом протоколе имеют свой генератор частоты то есть если мы говорим скажем вот о карте у меня вот fairface 800 рм ешная как бы у нее свой генератор частоты если там нет а цифровщик в нем свой генератор частоты вот но понятное дело что генератор частоты это всего лишь кристаллик который выдает определенную частоту и естественно как бы эта частота может немножечко плавать чуть-чуть ну 48 килогерц до 48 биений в секунду понятное дело что кристаллики всегда не идеальны он может быть там 48 и 1 и там 48 001 вот вроде бы кажется ерунда но когда два прибора начинают между собой общаться это это вот 001 выводит выводит так называемый джиттер то есть раз синхронизацию частоты вот и если это дело не при так сказать если не предвосхитить всю эту историю то просто услышим щелчки цифровые щелчки каждый каждый так сказать момент рассинхронизации то есть то есть грубо говоря вот я у меня есть оцифровка да я оцифровываю там сигнал с микрофона у меня соответственно в оцифровщик приходит аналоговый сигнал выходит 0 единички с частотой 48 килогерц соответственно отсюда сюда у меня вот этот уже оптический кабель который цифровой или там данном случае это не спдив коаксиальный вот здесь у него тоже своя свой генератор в какой-то момент ошибка набегает и я слышу четкий щелчок в звуке то есть у меня в периодичностью скажем несколько секунд в тракте будет такой конкретный щелчочек такой там доцбол на 60 такой удар вот чтобы этого не происходило то есть но это просто брак по сути если такой такой щелчок просто в тракте в смысле в треке это просто просто брак вот поэтому для того чтобы этого не происходило частота у всех должна быть идеально одинаковая вот чтобы вот этого джиттера так называемого не набегал этой ошибки набегающий да то все цифровые приборы между собой соединяются по протоколу word clock что это значит это значит что один прибор назначается мастером и все приборы работают на этой частоте то есть они свои свои частоты как бы игнорируют и все цифровые сигналы воспринимают именно в этой собственно частоте данном случае у меня мастером является собственно говоря вот этот вот прибор то есть от него так как сиальным кабелем все приборы между собой связаны грубо говоря он уравнивает он да он 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 не уравнивает он задает он задает частоту в которой работают все все остальные приборы которые идут после него то есть это мастер остальные слоевы то есть надо на них нужно выставить соответственно слоевы вот если посмотришь вот сюда например видишь вот кнопочка меняющая int и x x x x x word clock видишь клок интернел икстернел до экстернел то есть то есть он в данном случае является слэйвом он ведомый за этим прибором то же самое стоит сейчас на этой карте ну просто сейчас лень туда лезть в общем она тоже стоит вот у нее стоит где у него то видишь ворд клок стоит вот она управление по ворд клоку то есть эти приборы все между собой связаны вот этой частотой но просто потому что у него клок самый устойчивый так как бы повелось поэтому он он собственно управляет все всеми цифровыми приборами которые здесь есть в тракте а я не сказал что такой вот клок собственно говоря самое главное я вернусь немножко ладно вот ворд клок это отдельный прибор который занимается коммутации по ворд клок у всех то есть это отдельный 1 юшный прибор которым воткнута куча вот этих коаксиальных соответственно проводов и он соответственно выйдет здесь он как бы интегрирован в этот оцифровщик просто на всякий случай нам порежешь потом вот значит зачастую ребят все да зачастую как правило все в одной карте да но просто надо понимать что это удобно действительно удобно да один прибор купил там выложил штуку баксов но как бы это купил все сразу но когда извините отдельно расцифровщик стоит почти штукарь а здесь у тебя в штукаре все на свете качество соответствует каждого элемента мы им понимаем оцифрованный сигнал значит соответственно должен попасть в компьютер попадает он через вот в моем случае в принципе как правило это происходит некий через некий интерфейс который является коммутатором между всем на свете и собственно компьютером то есть компьютером общается только она у меня в данном случае стоит внешняя саунд карточка файс 800 риме вот старенький приборчик достаточно в них даже к сожалению нет а я схему ну не туда не поставили но в принципе опять таки для моих ранжировочных целей это вполне достаточно вот она у меня то есть поскольку на как в карте есть все что собственно нужно и этим можно пользоваться все что я имею ввиду да то есть и оцифровка и расцифровка и усилий для наушников и предусилители у нее даже свои есть как правило в большинстве карт все это дело присутствует но как любой комбайн как любое как бы собранное все вместе она каждый каждый из этого элементов если рассматривать внимательно очень плохого качества то что нельзя сделать в одном приборе да сразу все чтобы было все идеально не получится вот поэтому если мы говорим о начальном уровне до звукорежиссуры и аранжировочные до одной карты в принципе можно было бы ограничиться до для того чтобы ты втюшкаешь и вытыкаешь ее в компьютер такая же у нее все что надо и в принципе для аранжировки этого выше крыш но если мы говорим о студийной работе конечно же если внешние приборы да именно по этой причине куплены соответственно внешние расцифровщики потому что оцифровка здесь и оцифровка здесь это как говорят в одессе две большие разницы да то есть здесь оцифровка настоящего профессионального уровня здесь оцифровка нормального уровня как бы мы то есть когда мне не хватает этих четырех каналов естественно вот видите торчат эти самые у меня что это разница замечает это старый спор да к почему берется микрофон за 10 тысяч долларов втыкается в пульт за 100 тысяч долларов да по в прям за 3000 долларов тогда вот потом все это то самое нарезается на диск и еще лучше выкладывается в интернет да на кассету да и втыкается в наушники за 100 рублей вот и зачем все это нужно а затем что это слышно это слышно даже в mp3 128 слышно слышен источник я говорил об этом до источник чем качественнее источник тем качественнее в итоге получается запись потому что на каждом этапе мы теряем в качестве и соответственно если сразу там гора золото то в конце концов будет небольшая горка золота если там лежит один пятак то в конце будет что шиш вот поэтому город золото надо класть самом начало вот поэтому и собственно говоря когда мы говорим о тракте данном случае да то чем качественнее каждый этап соответственно работы со звуком тем больше в итоге мы получаем на записи окончательные да уже и соответственно тем больше попадает тем больше тем меньше теряется по 100 рублевых наушниках понятно да а в по что это в итоге выливается в том что одну запись хотят слушать а другую нет собственно разница только в этом что вот у тебя есть допустим там не знаю там запись сделанная в домашней студии записи сделаны в качественной студии одна и та же группа что ты будешь слушать послушаешь это мне нет 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 больше нравится все а нравится не нравится это единственный критерий качества по сути своей единственные другого нету вот для слушателей естественно не для нас да на мы мы все-таки рассмотрим как бы вариант уже железный да на уровне хардвайра так вот значит карточка да мне есть все то есть для для того чтобы в нормальной карточки да если это там не лексикон за 3000 рублей да вот если это нормальная карточка если это нормальный профессиональный инструмент то в ней есть как правило все и соответственно вынося за пределы этого прибора уже приборы специализированные мы соответственно повышаем качестве соответствующего соответствующие элемента вот я уже говорил про преампы здесь тоже есть преампы вот четыре штуки прям хочет такой пожалуйста нет клавиши вот которым слышим мы слышим через него вот но это мне нужно просто послушать когда буду писать конечно я воткнув по-человечески да вот и соответственно в карте происходит цифровое микширование цифровое микширование не аналоговая аналога и происходит здесь аналога происходит здесь то есть уже на уровне цифровых сигналов уже 0 единички соответственно мы получаем в карте мы получаем в ее внутреннем драйвере или в ее внутреннем пульте как правило все любая карта вот в частности моя фэрфейс к у нее есть вот такая вот штучка вот вот такая вот штучка который соответственно мы имеем входы все вот это внутренние так сказать архитектура карты и выходы значит соответственно там аналоговые выходы и спидивные выходы он спидив написано соответственно цифровые выходы адатов и так далее и так далее то есть но это ты бы такой пульт по сути своей своей мишу да это свой 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 внутренний цифровой микшер карты именно карты который соответственно позволяет отправлять сигналы туда туда по программам бы раскидывать да и там из из каких-то там не знаю с айтюнса там или с какой-то там библиотеки музыкальные куда-то там то есть ее всячески там конфигурировать внутри карты уже то есть управление происходит здесь здесь же соответственно есть управление которое позволяет включать там 48 вот кстати здесь и делается между прочим всякие мастера и слейлы вот вот клок мод до автосинк то есть он синхронизировать если я включу вот так вот вот так вот то она соответственно отключится и видите начнет мигать вот начала мигать просто пошел рассинхрон она не может поймать синхронизацию вот как только я меняю обратно на автосинкоризацию она помигала и прекратилось мигание то есть она синхронизировалась с приборами остальные понятно да вот ну и тут управление соответственно там сколько герцов к там выставляется прочая конкурация уже самой карта но это в каждой карте по разному поэтому в данном случае нет смысла рассказывать конкретно про эту карту вот и дальше эта карта по в данном случае у меня протокол firewire то есть 1394 идет компьютер втыкается и соответственно это единственная вот он шнурочек торчит вот вот но это может быть юсби это может быть вот он шнурок в данном случае вот такой транс ватан случае firewire 800 это максовский стандарт сейчас это делают и под тендер тендерболт и под прочее фарвар удобен тем что если юсби распределяется он фу порт один юсби в компьютере и он распределяется на все устройства устройства которые у тебя есть если у тебя там флешка вот фунтовую а мышка вот он такой клавиатуру вот это все висит на юсби и соответственно как бы занимает ресурсы этого порта фарвар это отдельный порт соответственно он больше не больше ничем не занимается поэтому как бы никаких накладок никаких там конфликтов устройств ничего не будет да то есть сгоревшая флешка тебя не выжигает весь порт поэтому это удобно делать именно внешне это сказать отдельный коммутационный порт для именно для звука соответственно чтобы чтобы ничего это самое чтобы ничего не включила вот и дальше компьютер соответственно в компьютере стоит какая-то какая-то виртуальная виртуальная студия это может быть logic это может быть кубейс это может быть нуэнда это может быть кайквок там фуртилупс протуз что угодно да в чем удобно вам работать там не знаю гараж бэнд неважно абсолютно важно важно чтобы эту программу вы понимали чтобы вы соответственно могли в ней разобраться она была для вас таскать продолжением рук и пальцев тогда тогда это все отдельная тема да это отдельная тема большая не очень моя кстати я вот теперь соответственно звук у нас этот микрофона пришел в компьютер каким-то макаром вы его там обработали каким-то макаром вы его там нарисовали вот дальше идет обратный процесс собственно говоря процесс из превращения звука из нули единичек соответственно обратно в звук то есть мы должны слышать то что мы соответственно как бы натворили да значит и пошло все в обратную сторону значит из компьютера этим же шнуром которому соответственно новый звук попадает обратно в карту по цифре нули единички там протоколы могут быть разные там гури избе фарвар там все что угодно да потом это это как бы как как аппаратно получится да на принципе обычно где вы юбиле любви избили либо фарвар либо если скажем это патулс hd то это там целая там писяйная карта вставлен компьютеры вот таким уж таким вот кабелем соответственно идущие уже на такой холодильник попал звук обратно в карту соответственно попрала попал обратно в этот цифровой пульт соответственно и дальше после карты мы должны этот звук расцифровать соответственно с карты у нас звук попадает на раз цифровщик да то есть обратный конвертер если тут у нас а цепэ то этот цап аналога цифровое преобразование то у нас цифра аналога преобразования обратный процесс значит он у меня то есть то и точно также по оптике по по адат протоколу вот попадает на раз цифровщик тоже дегелабовский кстати вот он у меня восьмиканальный вот в принципе да верхний прибор вот значит так 800 значит но их тоже бывает много разных опять-таки в карте есть свой расцифровщик вот но качеством его меня не устраивает все хорошие да все замечательно для беру для аранжировочных целей подходит но как таскать для персональной работы это конечно не то вот поэтому меня стоит отдельный специальный расцифровщик который собственно говоря также управляется по цифре но уже не по word clock у а просто по просто по адату он как бы сам автоматически определяет частоту то видите на 48 48 если я хочу это буду менять вот она звук нападать подам в переключиться вот он подаешь на него звук он соответственно определяет и соответствует получается ну это конкретный прибор так работает как правило расцифровщики как бы тоже точно точно также word clock им подключаются соответственно и у него есть такая возможность просто ну здесь нет необходимости поэтому как бы это самое по поэтому он работает автоматически так вот расцифровщик до соответственно в расцифровщики 0 единички превращаются что в звук уже в аналоговый звук и вот теперь собственно говоря этот вопрос который ты задал да куда мы дальше все дело кидаем значит дальше у нас уйдет уже опять аналоговый тракт то есть мы опять-таки начинаем говорить о качестве проводов и так далее так далее так далее значит с расцифровщика он приходит у меня на на так называемый control room что это такое приборчик который стоит у меня под рукой и большую большая ручка которая занимается громкостью общего громкостью вот в ней куча входов разных тут они лишь переключаются куча входов куча выходов то есть это коммутатор именно аналогового сигнала мониторинга то есть я с расцифровщика звук уже по аналогу приходит сюда и дальше я как бы говорю куда я и чем хочу послушать этот звук чем меня в качестве основных мониторов стоят и носки так называемые yamaha ns-10 studio м вот как бы это такая прям классика студийная в каждой студии они есть не надо нужно обольщаться в том что это прямо гениальные студийные мониторы нет это не гениальные студийные мониторы вот как именно как доска студийные мониторы для сведения скажем вот но они абсолютно гениальны тем что то есть равных ну практически нет именно по динамике то есть динамически эти 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 колоночки делают просто всех с большим запасом что это такое значит динамика вообще динамические характеристики любого источника звука будь то инструмент будь то там не знаю там что угодно так колонки частности это способность прибора воспроизводить мелкие детали динамические мелкие детали то есть скажем если мы говорим о там не знаю тарелки до барабанные да вот втыкаем их наушники за 100 рублей что мы слышим мы слышим ну звук есть да замечательно такая профессиональную аппаратуру мы слышим да когда вот это вот биение тарелки то есть каждая мимо минимальная дита как то то есть то есть динамическая динамическая характеристика это какую минимальную деталь способны воспроизвести этот прибор вот так вот конкретно эти конкретно эти колонки ну так и так случилось да то есть специально это делали компании yamaha или так так попало что вот именно эта серия именно этих годов славится именно вот этой штукой да что не современные ни в коем случае не вот такие приборы и чески вот которыми здесь стоят да вот в качестве мониторов покупать их не нужно они для этих целей не предназначены хотя конечно так сказать я стоят это подзвучка эта подзвучка для просто для зала меня это у меня мои порталы фоки для фок они работают прекрасно достаточно так сказать громкие мощные вот кстати к вопросу о кабеле до кабель для колонок ну можно туда залезть и посмотреть назвать какой вот он ним это дело не в марке а дело просто в том что он короткий шнур должен быть как можно короче и как можно больше по сечению потому что ну в принципе обычный нормальный аудио кабель но именно спикерный кабель то есть для колонок не для инструментов для колонок он характерен тем что очень толстый вот эти колонки шнуры которые у меня подключены к этим колонкам 4 миллиметра в сечении то есть 4 квадрата меди с огромным количеством жил потому что электричество по поверхности распространяется поэтому чем больше жил тем больше электричества пошло меньше сопротивление шнура то что колонки 8 ом всего если кабель там метр он может омчик добавить а если там два метра он может вам и добавить песен плохой шнур и чем качественнее шнур тем лучше передается сигнал соответственно с усилителя для как до колонок вот соответственно это еще один как бы пунктик в качестве тракта вот шнуры чем короче тем лучше но не в натяг конечно не надо делать но только для на шнура может влиять на качество звука вот значит большое количество колонок которые искать ты отметил да делал просто в том что я уже говорил о том что инески они не очень ровные по звуку вот они там бубнят на одной частоте там чуть проваливать другой вот они не очень ровные да поэтому для того чтобы получить более-менее адекватную картину имеет смысл слушать на разных источниках вот у меня как так случилось что у меня ну пока вот меня не пробегали качественные мониторы за небольшие деньги как я рассказывал да вот инески я покупал по полной стоимости соответственно потому что это был просто необходимо вот и кстати к вопросу о том чем питать инески они же они же пассивные для этих целей стоит вот целый целый тракт усилителей вот есть опять-таки ходят большие длинные споры о том чем имеет смысл питать студийные мониторы и инески в частности вот мы как-то вот выбрали английскую компанию квот вот и перед вами собственно говоря две основных модели которые используются вот на наших на всех трех студиях для запитывания этих этих мониторов вот самый лучший из них это вот этот он собственно стоит на них именно код 520 f значит ну вот как бы мы по тестам и по тоскорекомендации лучших собаководов выбрали этот 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 прибор вот 520 чуть чуть хуже хотя в общем тоже очень крутой прибор и 405 квот более старая модель тоже неплохой прибор но он так как чуть хуже вот почему 3 потому что три разных собственно тракта три разных три разных контура мониторных да я уже сказал что 520 f у меня стоит на на и нас 10 вот второй нижний код у меня стоит на вот эти кен воды не могу сказать что я в восторге от этих колонок это бытовые колонки вот но как 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 так случилось что они действительно очень неплохо звучат достаточно сбалансирована вот и в них есть вот эта вот бытовая мыльность которые позволяют мне в работе именно над аранжировками как бы не заморачиваться на качество тракта для того чтобы можно было дать творчество чтобы потому что кстати очень важный момент в процессе работы очень хорошо нужно отдавать себя отчет и звукорежиссер или ты музыкант потому что ты можешь быть либо музыкантом либо звукорежиссером это вот но у меня по крайней мере не получается и у ни у кого из наших ребят тоже это не получается то есть ты либо следишь за трактом либо пишешь музыку вот поэтому как бы использование бытовых колонок данном случае достаточно осознанно но так получилось во многом но я не сопротивлялся этому потому что как бы бы бытовое звучание колонок она как бы немножко сразу под сводит я не обращаю внимание таскать на там немножко там криво записанный бас или там чуть-чуть там не попадающую куда-то гитару я на это не обращая внимание я уже слышу как бы немножко подсведенный сигнал микс да значит ли это что если ты занимаешься написанием музыки ожог то слишком сильно уходите в оснащение не обязательно звукорежиссерские штучки нет совершенно не обязательно я говорю для записания музыки одной карты вполне достаточно я уже рассказываешь я говорю я писал все это просто на буке и мониторился прямо с его до другое дело когда мы говорим о студийной работе когда мы говорим не о творчестве написание музыки а мы говорим о записывании музыки тогда выключается музыкант включается звукорежиссер да и мы уже думаем какой микрофон каким шнуром в какой предусилитель почему каким макаром да чем мы будем мониториться и расцифровщики, расцифровщики да, тут уже весь жир включается по полной программе и когда ты все это включил, настроил выключаешь звук режиссера и опять включаешь музыканта и уже начинаешь херачить все это дело опять додавать с творчеством в Кенвуд да, вы уже в Кенвуде или там что-то подобное у Вити Фарафонтого стоят Ямахи какие-то тоже бытовые тоже для аранжировки вполне нормально понятное дело, что там не будешь чебураторы ставить там какие-нибудь, не знаю какой-нибудь, я не знаю, там Свен или еще чего-нибудь ну, конечно, до такого опускаться не надо хотя, если ты в них слышишь опять-таки тот же самый Попов как низко я пал тот же самый Попов, кстати, говорил о том, что у него стоял такой вот приемничек, и он через него собственно слушал там музыку и когда у него Леха спросил а я, говорит, музыкант, я слушаю музыку а не качество музыки я слышу качество материала, а не качество звука мне этого достаточно вот поэтому Кенвуды для этих целей вполне работают то есть бытовые колонки вот Вега а? Вега Вега какая? что ты имеешь в виду под Вегой? 90-е вон какие-то а? а? в качестве сабвуферов? не помню как у меня стоит электроника S90 S75 смогу ли взять? что-то видно вот осторожный провод вот потому что опять-таки это очень удачная придуманная советскими инженерами система со вспененным никелем в качестве диффузоров передает такой низ которым современным современным сабвуфером не снился то есть эти колонки спокойно выдают 20 Гц вот и вот собственно третий квот ну, который похуже он, собственно, стоит вот на этой сабвуферной сабвуферной системе то есть вот этот прибор он для того, чтобы много мониторинга подключить? ну, разного скажем так вот у меня здесь стоит у меня здесь стоит вот импуты да, вот я могу переключать импуты но второй у меня пока не задействован он мне просто не нужен вот это вот Кенвуды это сабвуферы это ИНС чтобы долго и мучительно не переключать Да, чтобы не дергаться там это самое. А у меня вот, собственно, здесь все вот так переключается. То есть я могу включить просто отдельные NES, могу включить отдельные KenVD, хотя отдельный сабвуфер могу включить, послушать, что, собственно говоря, там слышно. Иногда, когда нужно проконтролировать низ, скажем, от бочки или от баса, там, не много ли его там, включаешь отдельный сабвуфер и слушаешь, а что там происходит. Очень полезно иногда бывает. Вот. Но помимо этого, помимо этого, то, что мы здесь пока не видим, хотя вот видим, вон стоит шит-контроль. Он так и называется, шит-контроль. Что это такое? Это, вот, кстати, тоже прекрасный шит-контроль. Компьютерные колоночки. Дешевенькие, обычные какие-то генусы. Легендарный дженниус. Дженниус, да, точно. Он стоит, не знаю, как сейчас, раньше, в каждом компьютерном классе в школе. Да, 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 да. Во многом поэтому он здесь и стоит, потому что достаточно большое количество людей слушает музыку на вот таком вот... Увы. Увы, да. Ну, а что, увы? Опять-таки, говорю, в зависимости от того, кто что слушает. Кто слушает музыку, а кто звук. Если слушают музыку, вполне достаточно. Я, на самом деле, вообще, когда работаю, иногда включаю просто вот отсюда звук. Музыку. Мне достаточно. То есть просто вот с этого динамика. То есть этого... Я знаю просто, как она звучит. У меня просто, так сказать, эстетическое наслаждение просто послушать саму музыку. Почему нет? Вот. Шетконтроли всякие разные. Вот тут у меня, вон там еще... Вот тут стоит целый набор всяких колонок, там разных... Такие старые колонки, которые, значит, позволяют, соответственно, это все... То есть воткнуть туда и послушать некачественный звук. Как это звучит на плохих колонках. Все ли слышно так? Да. Как бы, что ты слышишь в этих колонках? Вон у меня там еще целый набор, вон сверху стоит. Тоже набор всяких... Не пропал ли бас? Шетконтроли. Да, конечно. Какая информация осталась в миксе? Все провалилось. Да. Что осталось в миксе? После того, как мы засунули ее вот в это. Потому что на красивом студийном слышно все на свете. А когда ты засовываешь вот такую петелку, что остается от... Получается, что все везде инаково сбалансировано и все везде осталось. Ну, у профессиональных звукорежиссеров так и есть. Да, любой настоящий профессиональный, как бы, качественный... Прям вот везде. Хоть там, хоть... Настоящий микс звучит, полноценно звучит на любой аппаратуре. Вот это, собственно, определяет качество звукорежиссера. Если он способен сделать такой микс, который звучит из любого утюга. Вот если он звучит из любого утюга и не теряет при этом своей вот... Ну, понятное дело, что там не будет раскатистого баса и красивых тарелок наверху, да? Но вот то, что происходит посередине, то, что происходит посередине... То есть микс должен узнаваться. Микс не песня, а микс должен узнаваться. Если он узнается из утюга, все хорошо, ты добился успеха. Если в нем что-то пропало, там, говорит, гитара исчезла, нету гитары, значит, гитара сведена неверно. Значит, она где-то там... С наушниками за 100 рублей. Да, если в наушниках за 100 рублей гитары нет, значит, ты лох, значит, ты где-то облажался. Вот. Если я так крупно... Ладно. Вот, поэтому так, поэтому и обязательно качественная аппаратура, и обязательно слушать на мыльном безобразии каком-то. Вот у меня для этих целей куча всяких старых приемников. Кстати, вот с точки зрения именно шит-контроля работают прекрасно. У меня, поскольку у меня пианино было всегда, дома стояло, поэтому я там подходил, что-то там... Что-то играл, понимаешь. И, естественно, тут же все это дело какие-то фантазии рождало. Поэтому это все очень давно происходило. Ну, я не помню времени, когда этого не было, скажем так. То есть, это было еще очень давно. Другое дело, что когда ты начинаешь уже что-то писать, уже предметно. То есть, берешь инструмент или там берешь там нотный лист, и, соответственно, начинаешь на нем что-то изображать. Да, то есть, тогда да. Тогда это, конечно, уже можно сказать, что это зафиксировано, и, соответственно, это можно потом повторить. Вот, что важный момент, да, вопрос повторения. Вот, поэтому да. А так, ну вот, на гитаре я научился играть где-то году, наверное, 92-м, или никаком втором. Раньше, наверное, где-то там, в конце 80-х я взял в руки гитару. Да, еще тогда с сестрой там песни под гитару играли. Вот, собственно, тогда все это и началось. Тогда, да, это был 85-й год. 84-85-й год. Вот тогда, собственно, я взял первый раз в руки гитару. Что-то начал наигрывать. Вот, ну и, соответственно, тогда уже что-то начало переть. Другое дело, что я не воспринимал себя как композитор, да, я что-то играл, мне что-то нравилось. Ну и хорошо, придумал, молодец. Вот, другое дело, когда уже, так сказать, уже, уже, это было уже осознанно, когда я уже понимал, что там, что я могу что-то записать. Я начал писать там какие-то сначала просто аккордные сетки, потом, значит, какие-то там созвучия находил на гитаре, там, еще чего-то. Потом даже песни там писал. Смотри, какая штука. Бах, Иоганн Себастьянович, который, собственно говоря, да, у него, вот, я читал его мемуары, ну, там, как бы его автобиография такая небольшая. Вот, у него меня просто порадовало, и, собственно, это фактически лайфхак для композитора, что музу нужно воспитывать. Музу нужно воспитывать. Вот, у него было как там что-то? 5.00, подъем. 6.00, завтрак. 7.00, сажусь писать фуги. Пишу там, скажем, до 9. С 9 до 10 иду доить корову. Значит, даю корову, везу ее в соседнюю деревню. Привожу, значит, дальше там какой-нибудь обед, сажусь писать фуги. Понимаешь? Ну, я не помню точно там, как это по цифрам, но смысл был такой. И на самом деле так и должно быть. То есть, если ты, как бы, композитор, то ты профессионал. Ты должен понимать, что это твоя профессия. Ты пишешь музыку. И ты должен свою, как бы, музу таким макаром воспитывать. Вот Том Вейт совершенно гениально в интервью сказал как-то. Говорит, я, говорит, с Господом договорился. Я, говорит, договорился так. Вот я, допустим, еду там по хайвейу. У меня там 200 миль на спидометре. И вдруг мне приходит мелодия в голову какая-то. Я говорю, Господи, что ж ты делаешь-то? Что же я с ней сейчас делать-то буду с этой мелодией? Куда я? Сейчас вылеплюсь куда-нибудь. Или я сижу, например, на унитазе, да? И мне приходит мелодия. Что я с ней делать буду? Только туда. Поэтому мы с ним договорились, что, как бы, я вот сажусь, как бы, и он мне, значит, дает эту мелодию. Вот, поэтому, на самом деле, так и нужно с этим обращаться. То есть, там, лежать на диване и ждать, что это придет? Можешь лежать месяц, можешь два, можешь всю жизнь пролежать. Ничего не будет. Вот, то есть, ты должен, если ты композитор, если ты писатель, если ты, там, художник, вот взял с утра время, вот я вот, недаром 10 часов, у меня просто мои биологические часы, когда у меня включается мозг. С этого времени я начинаю работать. Вот, если мне нужно придумать партию, допустим, получилось так, что мы, там, сейчас делаем какую-то композицию, и музыка не моя. И мне нужно придумать туда какую-то партию, там, клавишную, там, флитовую, там, вокальную, не знаю, какую-то. Да, то есть, не хватает моего вклада в это вот то самое. Я себе выделяю время. Допустим, вот, вот пятница, кстати, один из моих любимых дней. Когда у меня обычно не учеников, ничего, я раскидываю всех, у меня никакой студийной работы. У меня утро, там, до, там, четырех-четырех часов, с утра до трех, у меня время, как правило, там, так сказать, под творчество. Я сажусь, включаю себе пианино, включаю себе проект, и начинаю туда погружаться. Погружаюсь, утро, никто не мешает, никто не звонит, обычно все звонят с обеда, там, с вопросами какими-то. Я сажусь и погружаюсь туда, и начинаю, так сказать, слушать, все, что называется, эфир. Что, как бы, я могу на это сыграть, что я могу придумать, да. И начинаю, как бы, то есть, не высасывать из пальца, а я просто, как бы, слушаю, слушаю, что ребята сыграли, да, что у меня там было. То есть, я начинаю, как бы, вникать в процесс, я начинаю погружаться в материал, да. Вот. Как правило, от входа ничего не получается. Как правило, от входа ничего не получается. Я, как бы, я туда погружаюсь, я там слушаю, это созвучие, там, барабаны с басом, красивый рифт, там, сыграли, там, ритмок интересный. Вот у Лехи тут такое вот созвучие прикольное, он тут, непрямые аккорды. У Сереги там какое-то созвучие гитарное. Я погружаюсь в материал для того, чтобы максимально воспринять те вибрации, ту энергию, которую ребята вложили в это дело То есть когда мне нужно их поддержать, когда я перехватываю, как мы говорим, пас получил, получил творческий пас Мы на самом деле творческими пасами занимаемся регулярно Вот я сам Лёшка написал какую-то там, он обычно пишет, если пишет на ребалериф какой-то пишет, либо пишет на акустической гитаре или на электрической гитаре что-то пальцами, какое-то сочетание И присылает мне, я это дело всё слушаю, как бы пытаюсь понять, что он хотел этим сказать, какую энергию он в это дело вкладывал Вот, кстати, на наших интерактивных лекциях очень подробно это рассказываем То есть как, собственно, это всё создаётся? У нас по этому поводу придумана целая, так сказать, серия лекций Таинство композиции Да, которая называется Таинство композиции Собственно, там мы подробно всё очень с примерами рассказываем, как, собственно, это всё происходит То есть как рождается всё это дело, как проходит там 5, 6, 7, 8, 10 этапов различных Когда появляется Серёгина, когда появляется ещё чего-то То есть как это всё обрастает мыслями, энергиями и в итоге превращается в музыку Оргии Праведников Потому что, ну, мне нет смысла сейчас в это дело в это самое Это проще, так сказать, послушать это дело Тем более, что Лёшка в этом деле вот именно в структуре вот этого дела понимает гораздо лучше Это, собственно, его талант Он, как бы, композитор с точки зрения вот, как бы, собирания всего вот этого Такой команд-ком такой на Оргии Праведников Лёшка, поэтому он в это дело рассказывает очень вкусно и понятно Вот Я больше креатор по, так сказать, мелодическим, по рифовым делам, по таким Поэтому я, у нас специализация в Орге Поэтому мне проще об этом рассказывать Вот И, ну, как бы, возвращаясь, да, к этому перехватыванию паса Я это дело воспринимаю и, соответственно, у меня это дело, вот, самое главное, да У меня это начинает всё бродить внутри Как вино Я закинул туда закваску, да, вот, и у меня всё это дело бродит Может бродить там несколько дней, может бродить месяц, может ещё чего-то И потом я жду, собственно говоря, когда она выбродит Когда она, это может сразу произойти Я услышал, и сразу, и готово Вот, это может произойти через несколько дней Но она обязательно будет бродить, потому что я его туда закинул осознанно Я это делаю, я должен это сделать Вот, и оно бродит, и оно там само-само там живёт, живёт, живёт И в конце концов я жду момента, когда начинается Как Калугин любит говорить, творческая беременность Ощущение такое Сейчас что-то выскочит Что-то, то есть возникает какой-то внутри Какой-то такой гумункул, который из тебя хочет Как чужой выскочит Значит, всё, хороший признак, значит, пора И вот тогда я сажусь Сажусь, и начинаю этого гумункула тут доставать Вот Как правило, это происходит в два, а иногда в три этапа То есть он сразу не выходит То есть сначала происходит некий выплеск То есть ощущение, что написал новую музыку То есть, а, ух, клёво Какое-то там, что-то такое пишешь Я обычно в этот момент там делаю полную аранжировку С барабанами, с электрогитарами, там всё, со всеми пирогами Вот Я такой радостный всё это делал, ну, раньше было Отсылаю Лёхе Лёха такой послушает всё это дело Говорит, ну, хорошо, да Говорит, только ты тональность зачем-то поменял Я говорю, в смысле? Ну, это же моя музыка, только ты тональность зачем-то поменял То есть, понятно, да? То есть пошёл обратный процесс То есть у меня что-то родилось на полученной этой энергии Вот Ну, и мы возвращаем обратно в Лёхину тональность Соответственно, убираем все эти барабанные басы, потому что они лишние Вот И, соответственно, вот эту гумункул, вот это вот зародыш Сыворотка Да, вот эта сыворотка, да, вот эта сыворотка Вот этот вот зародыш Так вот эту вот, собственно, идею музыкальную, да Которая у меня родилась Мы начинаем скрещивать с тем, что сделал Лёха И, как правило, это об одном Вот То есть таким макаром это дело рождается Вот А иногда, как бы, ну, чаще всего Сейчас уже, конечно, с опытом всё Я уже понимаю Что если я получил какую-то цук энергии, да От кого-то из коллег Там, от Тёмы, там, или от Серёги Но чаще всего от Лёхи, конечно Мы с ним обычно вдвоём всё это делаем Вот То если у меня оброждается какая-то музыка Я понимаю, что это оттуда И, соответственно, сразу начинаю её туда уже применять Вот Если это не произошло сразу Вот Другая история Когда это возникает, так сказать Что называется Беспричинно, да Ну, вообще Тут имеет смысл очень важную вещь сказать Что называется Не очень Подносящуюся к делу Но принципиально важную Что Я считаю, что Как бы любой креатор Как композитор Как человек Как аранжировщик Это проводник То есть Человек сам ничего не рождает Он слышит То есть человек Слышит Ну Я человек верующий Я говорю так Как бы Всё в этом мире создаёт Бог Всё в этом мире создаёт Господь И он, соответственно Даёт мне возможность Это услышать Подключиться там Куда-то к эфиру Да В этот момент Джек там Чик Воткнул Или там микрофончик поставил Вот Ну, на самом деле Так и есть Ну, другое дело Что Как бы Я не буду навязывать Что называется Свою веру Всем и всем остальным Но Я считаю, что так и есть И ты слышишь это Ты это слышишь Если ты достаточно чист Как бы духом и душой Ты способен это услышать Если у тебя ещё есть силы Это вербализовать Вот это уже, собственно говоря Талант композитора Что Слышат-то на самом деле Многие Но Не все понимают Что это такое То есть Как Художники там Вот так вот рисуют Почему? Да потому что Они это внутри себя видят Точно так же Как и композиторы Вот Лёха говорит Я постоянно слышу музыку Ну У меня тоже это регулярно происходит Слышу музыку Которую я не могу вербализовать Это Ну Некая Как бы Там музыка Сфер Там не знаю Всё что угодно Некий эфир Да И редко Когда получается Из неё выдернуть Какую-то ниточку Которую можно превратить В цепочку нот Это не всегда получается Вот Но собственно Талант По-настоящему композитора И его опыт И его профессионализм Уже Как ремесло Да В том Чтобы эту ниточку Не сделать Пшик А чтобы она превратилась Как бы В музыкальную идею В композицию В симфонию Не знаю В оперу Что угодно Да Чтобы она реализовалась И вот возвращаемся мы Как к этому идти Трудом 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 То есть это С одной стороны С одной стороны Это внутренняя свобода Внутренняя свобода В чём она выражается В том что ты Не врёшь сам себе В том что ты Если ты Композитор То ты должен Воспринимать себя Композитор Без Ложных всяких Представлений о том Что ах я гений Или я Ах я дерьмо Нет Ты композитор Ты Тебе Бог даровал талант Изволь его Реализовывать Вот соответственно Ты должен Как бы Понимать Что ты композитор Значит ты должен Писать музыку Ты должен Делать это Твоя реализация Заключается в этом Как бах Сел и пишешь Вот На самом деле Многие Вот я знаю Что многие писатели Так делают Что Самое главное Это сеть Взять ручку Дальше пойдёт Чую Стихи Как там Пушкин говорил Потекли То есть Надо просто дать себе Волшебного пенка Сложнее всего Сделать первый шаг То есть Сесть И начать Настроиться Да В конце концов Начнёшь Что-то делать Даже если ты просто Сел Без какого-то там Вдохновения Или полёта Ты сел И ты начинаешь Что-то делать Ну Без темы С темой Неважно Что ты-то напишешь На 3 с плюсом Это будет Не на 2 Не на 0 Это будет на 3 с плюсом Может быть на 4 А если ты будешь Ещё достаточно чуток И приложишь Достаточно усилия Это может быть на 4 А если тебя ещё и попрёт Это будет на 5 А если ты ещё и вдохновение В этот момент получишь Это будет прекрасно То есть нужно себя воспитывать Нужна дисциплина определённая Потому что эта дисциплина Как бы в итоге Превращается в том Что ты как У тебя как привычка Вырабатывается творить То есть ты как спортсмен Тренируешься 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 Потом происходит качественный скачок Ты становишься чемпионом Так и с композитором То же самое То есть ты садишься И делаешь Что-то делаешь Делаешь Пишешь 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 Или слушаешь Это тоже работа То есть Мне вот тут очень Любят ребята задавать вопросы Там ученики мои Или кто-то мне там пишет Вот что нужно делать лучше Нужно писать Или слушать Нужно делать то и другое Потому что В творчестве Нет прямых путей Их нет просто То есть Есть время Если в исполнении Нужно брать И играть Гаммы Играть арпеджио Под метрономчик Тренироваться Творчество Таким макаром Тоже можно воспитывать И нужно воспитывать То есть Ты Слушаешь И Делаешь Очень многие Особенно Гитаристы Очень любят этим славиться Снимают Какого-нибудь Вокалисты такие же Снимают Какого-нибудь Профессионала Полностью до нюансов И так всю жизнь И играют Как Не знаю Как Пэт Мэттани Или как Малинстин Или как Гилмор Или не знаю Поют как Преди Меркури Неважно Как Но не как сам Я очень люблю Андрея Кнышева Он такой Каламбурист Классный дядька Он сказал В свое время Что Тоже каламбур Но очень В тему Что называется Шел Следами великих Поэтому своих Не оставил Вот нельзя Этого делать То есть Когда ты снимаешь Когда ты Что-то Копируешь Кого-то Это процесс Обучения То есть Ты Учишься Ты Как бы Читаешь учебник То есть У тебя вот есть Там не знаю Там любимый У тебя какой-нибудь Ричи Блетмор Ты снимаешь его Соло Из какого-нибудь Дым над водой Снял Молодец Потом взял Там Малинстена Снял там трилогию Молодец Взял там Гилмора Снял там Не знаю Какой-нибудь там Шайный Крэйзи Даймонд Снял Молодец Набрал опыта Отключился И начал Заниматься Своими делами Начал играть Что-то играть Сыграл что-то Вдруг Что-то родилось Соло оказывается из мани Ну зашибись Пошли дальше И продолжаешь работать Да То есть не обламываясь То что ты плагиатил А то что ты переработал Все это дело И уже сделал это как свое Сколько я плагиатов В свое время Как бы пытался Выдать за свое Потому что Потому что Этот процесс происходил То есть мне нравился Какой-то риф Я его соответственно Как бы играл сам Мне казалось Что это уже мое Потом слушаешь Ай Дрим Театр А замечательная там Эротомания Зашибись Вот Ну все Удивительное совпадение Да Удивительное совпадение Да Как же так случилось Вот Вот так Ничего страшного Ну хорошо Переработал Значит Воспринял Все Этап Пройден Высота взята Двигайся дальше Да И когда происходит Вот этот вот Накопление Материала Когда ты уже умеешь Как Blackmore Как не знаю Там Как не важно Кто Да Куча гитаристов Вот И там Ну чем ты занимаешь Да Гитарист там Композитор там То есть ты воспринимаешь Эту информацию Ты учишься Ты Воспринимаешь Как этот Ты слушаешь Как этот Ты Снимаешь Как этот Тебе нравится Да Ты разбираешься Все в этом деле Вот Потом Происходит Это все дело уходит И ты остаешься Вот у меня У меня собственно Точно так же произошло Ну как бы Есть у меня Любимые там Композиторы Любимые там Группы И там далее Да Вот Был момент Вот собственно С флейтой Да Получилось Есть во всем мире Один единственный Флейтист Это самый Ян Андерсон Он один Ну ничего с этим не поделешь Больше нормальных Флейтистов нет Все остальные Либо Как бы Параллельно чем-то Занимаются Либо еще чего-то Ну понравилось мне Флейта Понятное дело Что первые Все первое Мое творчество Было просто Чистый Яшка Он Сори за фамильярность Но я уже так С ним срос Что же просто родной Вот И очень долгое время Я не мог отделаться От ощущения Что я играю Как он Вот Потом В какой-то момент Что-то где-то щелкнуло Я перестал слушать Джет Ротал Надоел Вот И потихонечку 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 Я понял Что мне нравится На самом деле Еще вот так А еще есть Замечательный Жан-Поль Рампаль А еще есть Замечательный Хербе Ман А еще есть Замечательный Какой-нибудь Еще там Вся куча Флейтистов Есть классики Хорошие флейтисты Да Есть там И послушал 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 А клево И поиграл Как они И в итоге В итоге Я сейчас могу Похвастаться Что Так как я Не играет никто То есть Как только я начинаю играть Все говорят А это Юра Все понятно Да То есть Произошел Качественный Скачок То есть Я нашел Свой стиль Он собранный Да Как бы я Как флейтистов В этом мире Огромное количество И все они играют Как бы как-то играют Да Играют клево И замечательно И с удовольствием слушаю Вот Но я нашел Тот Собственно говоря Тот Метод Который Позволяет мне Так сказать Реализовать То что мне нравится То есть Я не пилю Я вот взял Вот Я вот люблю Длинные ноты Я взял Возьму там Седьмую Высокую Как вот На три так И на три так То ее Там понимаешь Вот там Взять там Эту самую Синюю воду Там Та-да Та-да-да-да-да-да-да-да И повисеть на ней Покайфовать Вот это мой стиль Мне нравится Вот И я уже слышу Что как бы Это самое У меня там Типа флетисты пишут Там типа А вот А вот как так сделать Пожалуйста Вот ноты Переиграй То есть Это произошел Этот качественный стыкачок Чего я собственно И желаю Как бы всем Кто этим занимается Да То есть Когда ты Снимаешь Как бы Воспринимай это как школу Снимай обязательно Обязательно снимай Нравится Разбирай Разбирай звук Разбирай партию Разбирай Как бы Как это написано О чем это написано Зачем это написано Кем это написано О чем это написано Все эти вопросы Надо прорабатывать Вот О чем кстати Самый главный вопрос Вот Делай как они Воспринял Супер Отложи Бери другое Бери это Бери это Бери это Потому что нет Нет людей Которые нравятся Только металл Или только попса Или только там Не знаю Бах Или только там Не знаю Какой-нибудь Абба Есть все люди Как правило Всеядные И надо просто Изо всех щелей потихонечку вытаскивать Чуть-чуть, по-чуть-чуть Здесь эта нравится, здесь эта нравится О, уже какой-то конгломератик получился Зашибись Двигаемся дальше А что с ним можно сделать? А вот это и вот это А мне нравится вот это А вот я сделаю вот так Все, пошел творческий процесс Пошел творческий процесс И когда, собственно говоря, ты набираешь этого опыта то у тебя в руках возникает инструмент, которым это можно делать. Потому что у тебя уже начинается, у тебя вырабатывается уже собственный инструментарий, которым ты можешь пользоваться. Вот я про себя буду говорить, да, вот нравятся мне длинные нотки, значит мне надо поработать над звуком. Для того, чтобы красиво нота висела на флейте, надо хорошенечко поработать над звуком, надо подуть длинные ноты, значит надо выработать дыхание, чтобы эта нота висела там полминуты красивым мощным звуком. Надо поработать над звукоизвлечением, надо поработать над интонацией, чтобы все попадало. Ну вот годы работы собственно к этому и приводят. То есть как бы с одной стороны ты накапливаешь чужой опыт и понимаешь, что без этого не обойтись, это обязательно нужно сольфеджио, ну куда без него, гармония, ну куда без нее, техника, ну куда без нее. Вот, но с другой стороны во всем этом ты находишь то, что тебя больше всего прет. Вот то, что тебя по-настоящему прет. Вот нравится мне там вот седьмая высокая, ну люблю я ее. Вторая ступень, обожаю. Вот, да, задержание, ну блин, куда без них. Обожаю, да. Разбирайся с ними, делай так, чтобы тебе по-настоящему нравилось. Но делай это качественно. И все, и в итоге вырабатывается собственный стиль, который собственно говоря и приводит к тому, что ты становишься не просто исполнителем, ты становишься креатором, а становишься мастером своего дела и вырабатываешь собственный стиль, который как бы будет уникальным, который будет только для тебя и больше ни для кого. Единственное, так сказать, приемлемо. Как-то так. Ну и что касается уже техники как таковой, тут уже, конечно, каждому инструменту это применимо в отдельности. То есть работа с метрономом обязательно, обязательно работа в медленных темпах. Я вот к ученикам всем свое очень люблю говорить, что для того, чтобы стать по-настоящему мастером, для того, чтобы ты как бы смог, ну, чтобы тебя было интересно слушать, да, кто такой мастер, да, который делает все очень качественно, ты должен быть в ответе за каждую ноту, которую ты играешь или поешь. За каждую ноту. Вот, чтобы каждая нота звучала так, чтобы ты за нее жизнь отдал. Вот тогда, вот тогда, тогда ты мастер. Вот, если ты, если ты пилишь быстрыми, как эти гитаристы, да, что он там сыграл, там, поток мысли. Вот. С выключенным дисторшем. Да, да с чем угодно, вообще. Вот. Ну, какой ответственности может идти речь? Ну, какой ответственности может идти речь? То есть, только в медленном темпе, да, вот взял там. Вот ты каждую ноту услышал, каждую ноту сыграл, проконтролировал время, в которое ты в нее сыграл, да, то есть, атаку, сустейн, соответственно, тембр. Вот. И поставил ее, соответственно, в микс. Вот только тогда так. Отсюда возникает вот очень медленный темп. Ты, как бы, каждую ноту должен осознать, сыграть, как бы, сказать в каждой ноте что-то сказать. Потом, когда темп поднимаешь, количество информации, собственно говоря, которая в ноте заложена, остается. Потому что ты уже не можешь не вкладывать информацию в каждую ноту. Вот. Но, соответственно, как бы, темп увеличивается и плотность мысли увеличивается. Вот. У нас очень любят упрекнуть в перегруженных аранжировках. Нет, дело не в перегруженных аранжировках. А дело просто в том, что та плотность мысли, которую мы туда вкладываем, не каждый способен воспринять. Даже с первого раза, с десятого раза Каждый раз слушаешь и каждый раз что-то слушаешь новое Как хорошую книгу, хочется перечитывать, перечитывать, перечитывать Почему? Каждый раз находишь что-то новое С нашей музыкой я рекомендую делать то же самое С первого раза зацепила флейточка, ну зашибись Послушай в следующий раз, может там текст интересный Или с текстом, послушал текст, текст красивый А ты начинаешь слушать и понимаешь, что текст ты уже знаешь Ты уже воспринимаешь как обои возникают Ты уже автоматом начинаешь слушать Ой, а там риф прикольный А там бас какую штуку интересную играет Ой, а барабаны-то какие, да? Если ты музыкант, ты начинаешь в этом дело разбираться И ты начинаешь туда нырять, как в пучину морскую А там сколько всего Там хрен-хрен-хрен до нырнешь Вот, собственно говоря, вот так мы эту музыку и пишем Вот каждый вкладывает туда И это все там лежит Как бы, насколько ты способен это дело воспринять Настолько оно тебе и нравится Вот, поэтому, поэтому там С первого, как бы, прослушивания возникает ощущение Что там просто какой-то навал Просто мусор насыпали в такую гору Вот, а нет, на самом деле там все на месте лежит Просто щели очень маленькие для того, чтобы, так сказать, туда То есть надо очень точно попасть для того, чтобы туда пронырнуть Я каждый раз, когда прослушиваю, постоянно пикеру к выводу, что каждый инструмент что-то свое играет И там есть ему место Да, ну, нет, есть, конечно, перегрузы Особенно на первых альбомах Как бы... Ну, это в интервью вы тоже рассказывали Да, конечно, естественно Там только бросились в бой Что-то, ну, как бы, наделали Потом только после осознали, что они делали Да, ну, часто так бывает Вот, Юрий Иванович Богданов, который нас сводит Очень любит говорить, что, ну, опять, говорит Заставили, говорит, запихивать трубу большего диаметра в трубу меньшего Когда мы... Родился вопрос у меня, по ходу, к повествованию Когда получился такой уровень доверия друг к другу Чтобы вот такое сотворчество сделать Неужто сразу? Да нет, конечно Ну, на самом деле Не было такого, что хотелось бы Вот я пишу Круче всех Пусть моего материала будет больше Вы там так Либо как Ребята, давайте разбираться К сожалению, такие искушения возникают постоянно у всех Ну, это нормальный человеческий фактор Нормальное человеческое эго Которое влезает и начинает говорить Я самый крутой Так возникает постоянно И практически у всех Но я могу сказать, что Первые года три, наверное Происходило так, что мы приходили на репетицию Скучали инструменты и не играли Сидели и разговаривали 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 о жизни О музыке О женщинах О политике О звуке О всем, о чем угодно О гармонии музыкальной Спорили там Еще чего-то То есть мы как бы Мы притирались Мы как бы пытались понять В каком мире каждый из нас живет Что у нас каждого в голове Вот И То, о чем ты говоришь Что моя музыка самая крутая Да, этот искус возникает Довольно часто Ну, правда, сейчас все меньше и меньше, конечно Слух не озвучивается Нет, этот звук озвучивается вслух Не только вслух Но еще и с матом И И И чуть ли не с кулаками Ты написал Фигню Послужил его Да Ты смотри, какая крутизна Вот Но дело в том, что Дело в том, что Я вот вернусь к вопросу о том, что Это с одной стороны А с другой стороны Каждый из нас прекрасно понимает, что Ну, у нас вот там Четыре композитора в команде Да Зак пока особо не проявлялся Но тоже там что-то пишет Вот Каждый приносит какую-то музыку Да Каждый приносит какой-то кусочек Вот И каждый воспринимает Свою идею как целостную Но ведь мы же понимаем, что Музыка не складывается из одного человека Она складывается из нескольких людей Вот И Для того, чтобы музыка получилась полноценно Каждый из музыкантов Должен написать свою песню В рамках вот этого произведения Вот мы очень любили в свое время Включить одни барабаны Вы записали мы мультитрек полный Включаем одни барабаны Вот и слушаем Звучит песня или не звучит Вот на барабанах Или включаем один бас Вот с самого начала до самого конца Звучит песня или не звучит Вот если бас интересно слушать До самого начала до самого конца Значит партия совершенна Если есть какие-то места, где он вылетает Значит, соответственно, партия несовершенна Особо скучно Да Если ты начинаешь скучать Значит, где-то схалтурил Музыкант Ну, с сольными С голосами сложнее Потому что там дырки будут То есть, понятное дело Но, в любом случае, эта линия должна прослеживаться Потому что Музыкальная линия в рамках произведения Это же определенная жизнь Человек не может умереть Или там был-был-был-был Мальчик 15 лет, вдруг раз превратился в старушку Но не может он так сделать Это не партия Партия должна быть, когда вот мальчик В начале песни он 15-летний А в конце концов он старик Он прожил жизнь за эту песню Зашибись, значит все хорошо Или он как бы за 15 минут произошел Или за 3 минуты произошел И кусок его жизни Но это кусок жизни Он должен ее прожить Тогда эта песня совершенна Это принцип аранжировки вообще Что каждая музыкальная линия Должна прослеживаться обязательно Потому что в симфонической музыке Эта штука тоже прослеживается Но в рамках секций То есть не каждый инструмент А секция Скажем, да Духовые, да Медные духовые У них есть определенное движение Там, не знаю Контрабасы У них есть определенное движение И так далее И от этого штука должна прослеживаться Обязательно Иначе все разорвется И тогда, если все эти параллельные движения Происходят Вот так вот Возникают То, собственно, целостное ощущение Аранжировки И, соответственно Когда происходит написание музыки Происходит, собственно говоря Вот этот процесс Скрещивания этих партий То есть каждый отдельно Принес сосисочку Готовую Вот у меня есть готовая сосисочка Все она совершенна Все остальные идите нахрен Да, не портите, да Типа вы сейчас все испортите Вот Но И происходит Так называемое Авторское торможение Как мы это называем То есть человек начинает Тупо просто баранить Тормозить Не пускать Не хочу Нет, нельзя Не трогайте Мое Оно ведь гениально Вот И Здесь включаются, конечно Дальше человеческие отношения То есть терпение Так сказать Сострудание Чуткость Понимание Ну у нас это В казарменном виде происходит Типа отстань Не мешай Я тут Буду То есть Он принес Некий вектор Автор И соответственно Всем нужно Дописать все остальное То есть Придумать свои партии Он тут мешать не должен Иди нахрен Отвали Да 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 Вот это Вот это Вот это И так далее И когда собственно говоря Собирается уже анжировка Когда уже автор Отревелся Оторался Отматерился Да Как бы уже остыл Как бы И собирается песня Понятно что Это Так сказать Партию никто не испортил Просто она стала частью Она стала не целым А частью Как собственный человек Да Фрактальная система Вообще Мира Да Человек это маленький бог Как бы чем он становится Больше Тем он ближе Соответственно к целому миру Ну а как же без нее Вот То есть В музыке то же самое То есть Есть одна музыкальная мысль Да Которую соответственно То есть Который Как бы Она нарастает Нарастает там Жирок Мышцы Там еще чего-то Вот То есть Когда она становится частью Соответственно Музыка становится больше Она становится не одним измерением А уже там Десятью Двенадцатью И так далее То есть Вот собственно то Опять таки Возвращаясь к музыке Оргия Праведников Если взять конкретно Каждую Отдельную Партию Особенно если она лежит в основе Акустическая гитара Или клавишки мои Какой-нибудь Я не знаю Как в этой самой В Муэртосах Кто бы знал Что началось все вот с этого На самом деле А потом там все вот это Наросло с хорами С хоринами С гроулом А в основе лежит вот это Вот Кто ее там на самом деле слышит Ну вряд ли Половина вообще Не воспринимает Что там рояль есть Вот А на самом деле Это собственно Была основой Как Точно так же Как там Вперед и вверх Там изначально Была Лешкина композиция Которая Так сказать Он там Играл на акустике Просто Которую потом В итоге Играет Калугин Вот А потом все это Обросло барабанами Рифами Там Велончелями Всем на свете Вот Поэтому Хуже стало От этого Партия Которую я придумал Вот это Нет конечно Я как играю И так играю Просто все остальные Играют все остальное Вот поэтому Но форма конечно изменилась Там И части поменялись местами Еще чего Ну музыка как была Так и осталась Так как Как бы хорошая Плохая Но она есть Вот И соответственно Все остальные Написали свою песню Я же потом Еще после того Как ребята сделали Рифы туда Я же потом туда Еще сверху написал Велончель Хары Все это делал Потом уже То есть Пас туда Пас обратно Пас туда Пас обратно И после того Как все это выросло Я думаю Блин Как это Оргия праведников Просто добавь хары Добавил Авторское торможение До сих пор присутствует Конечно Вопрос степени Снимал такого Что там Прошло 5 лет С образования группы И все поняли Ну Нивелировалось Конечно Жень Ну конечно Нивелировалось Да То есть Мы становимся старше Мы становимся мудрее Мы становимся терпимее Сильнее И так далее И вот это Авторское торможение Оно все меньше 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 Вот Ну вот Я могу сказать Что Не только авторское торможение Но и как бы Отстаивание мыслей Вот Не далее Как вот месяц назад Мы тут сидели С Лехой Делали аранжировку Казановой Ну тут дым столбом Стоял вообще Причем он бедняга Ему нельзя было говорить У него были проблемы Со связками Вот Он писал на листочке И писал вот такую Вот ту самую Вот так вот просто Писал вот так вот Ааааа Знаешь что Да там все было Вот Тема сидел просто И пил чай В углу Ждал когда все это закончится Происходит Ну понятно Потому что Потому что Потому что горишь Потому что болит Потому что родное Потому что все внутри И родное Самое нежное Всем хочется сделать классно Ну что Все понимают Что Как бы у всех Есть свое чутье Есть свой опыт Свои там Знания Все на свете И хочется Так сказать Чтобы Вложить все это дело И ты знаешь же Это типа Пусти Я знаю как Да Ну у каждого из нас Это есть естественно А как же Я чем говорю Чем старше становимся Тем больше этого Я знаю самый плавильный путь Конечно Конечно Самый короткий Самый быстрый И дешевый Да